Вентилятор дребезжал, слегка покачиваясь, и активно гонял горячий воздух по комнате. Шикадай и Наджин лежали прямо на полу, палочки от мороженого валялись рядом. Стены домов, камни улиц, крыши знойная марева накрыла коноху, разогнав всех по домам. Тренировку отменили, Чоу-Чоу звала купаться с Арадой, но парням тащиться по жаре к реке было лень. «Как ты думаешь, почему наши родители не поженились?» Вдруг спросил Шикадай. «Что?» И Наджин удивленно уставился на него. От жары совсем мозги расплавились. Я просто подумал, Шикадай закинул руки за голову, рассматривая потолок, смотри, в их поколении все женились на членах своих команд. Сакура-сан вышла замуж за Кукаши-саму, Киба-сан женился на Хинати-сан, Тимтин-сан вышла замуж за Рока-сана. А наши родители единственные, кто не поженился. Для того, чтобы пожениться, недостаточно быть в одной команде, рассудительно заметила Наджин. «Все так, но ты не думал, что наши родители развелись именно потому, что с самого начала выбрали не того? Хочешь сказать, что мой папа был недостаточно хорош для мамы? Нет. Шикадай даже сел». Мысль, сверкнувшая в голове подобно молнии несколько дней назад, постепенно разрослась и выстроилась в стройную теорию. «Сайсон очень крут, бывший агент Корни, уникальная техника. Но его же постоянно нет дома, он не вылезает из миссий». «Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что это стало одной из причин, почему твои родители развелись. И на сан нужен кто-то, кто будет всегда рядом». «Может быть, вздохнула Наджин». После развода прошло больше года, а он до сих пор не мог понять, как они могли расстаться, ведь он даже ссор ни разу не слышал. У моих наоборот, мама постоянно обвиняла папу в том, что он слишком спокойный. Она часто говорила, что если он никак не реагирует, значит, ему все равно. Говорила, что может, он ее не любит. Шикадай вздохнул, в отличие от Наджина он вырос в атмосфере непрерывного крика. Мама была слишком громкой, громко говорила, громко смеялась, громко возмущалась. Порой, глядя на тайком закатывающего глаза отца, Шикадай обещал себе, что несколько раз подумает, прежде чем жениться. А еще подумай, продолжил он, они ведь не вечно будут одни. Конечно, 32 это уже много, но я не удивлюсь, если кто-нибудь начнет ухаживать за твоей мамой. Представляешь, она выйдет замуж во второй раз, а это окажется какой-нибудь неизвестный мужик, который начнет распоряжаться в твоем доме. И Наджин вздрогнул. Представлять такое не хотелось. С моим отцом все ясно, не думаю, что он будет кого-то искать. Но может, кто-нибудь захочет его заполучить, а он согласится. Он глава клана, помощник Хакаги, у нас большой дом и много денег. Я удивляюсь, почему до сих пор никто не появился. Боялись гнева Тимари Сан, хмыкнул Наджин. Может, думали, что они помирятся. Может быть. В любом случае, это реальная опасность. Глаза Шикадая вспыхнули. Мне кажется, для нас будет лучше всего, если они поженятся друг на друге. Можно сказать, мы исправляем ошибку прошлого. Звучит, конечно, оплохо, но... Они ведь друзья. Попробуем их подтолкнуть друг к другу, а там видно будет. Шикадай снова лег, закинул ногу на ногу и задумчиво протянул. Для начала вам надо переехать к нам. Зачем? Теперь сел Наджин. Как зачем? Чтобы они постоянно были рядом. Если пускать все на самотек, они так и будут встречаться раз в месяц с друзьями. А нам надо, чтобы они были чаще наедине. И как ты себе это представляешь? Я подойду к маме и скажу, давай переедем к Шикомару Сану. Нет, улыбка Шикадая была поистине дьявольской. Мы поступим по-другому. Изящно. При этом шансов отказаться у обоих не останется. И Наджин. Крика наслышал весь квартал Яманука. Слетев с лестницы, Инна выскочила на кухню, полыхая взбешенным взглядом. Мокрые волосы облепили голову, майка прилипла к телу, под ногами расплылись лужи. И Наджин поднял глаза от тарелки и с ужасом уставился на маму, подумав, что наверное план Шикадай не был так идеален, как им казалось сначала. У нас лопнула труба в ванной, что ты с ней сделал? Я. Округлил глаза Инна, Джин. Я ничего не делал. Зачем мне это? Не знаю. Инна раздраженно отбросила прилипшую колбу челку. Труба не могла просто взорваться изнутри, как ты считаешь. У нас потоп. Твою ж. Она подняла глаза к потолку, когда с него сорвалась капля и упала прямо на нос. Чего ты сидишь? Беги воду перекрывай. Рявкнула Инна, бросаясь наверх. Инна Джин помчался в подвал, благо они с Шикадаем заранее узнали, как быстро перекрыть воду. Иди сюда, мрачно позвала Инна, когда он поднялся. Шикадай и правда гений, даже это предусмотрел. Покорно встав перед мамой, Инна Джин прикрыл глаза, когда она сложила печать и попытался закрыть сознание от разговора трехдневной давности с Шикадаем. Но Инна не стала закапываться слишком глубоко. Ей было достаточно воспоминаний о том, как Шикадай включал душ вчера вечером. Значит, тогда еще все было цело. Потом сын пошел спать и поднялся утром. Ты до сих пор не почистил зубы? Строго спросила она. Забыл, виноватый улыбнулся Инна Джин, переведя дух. Пронесло. Инна вздохнула, села на табурет и опустила голову. С волос уже не капала, но выглядела она очень несчастной. Что теперь делать? Там все залито, надо менять полы. И трубы. И здесь потолок заново красить. Тихо всхлипнув Инна прикусила губу. Неужели все это время придется жить без воды? Мам, Инна Джин коснулся ее плеча. Может, нам лучше пожить пока у кого-нибудь? У кого? Горько хмыкнула Инна. У Сакуры и так дом небольшой, а я с Химатой Тинтин мы не настолько близкие подруги. У Чаджи сына и Шикомару сына большие дома. Они же тоже твои близкие друзья. Я не выдержу корой каждый день, она, конечно, замечательная, но иногда слишком грубая. Инна снова вздохнула. Шикомару? Может, он и согласится. У него такой большой дом, что мы в нем вообще можем не пересекаться. Точно, пойду к Шикомару. Она заметно ободрилась, а Инна Джин при себя мысленно поклонился Шикадаю. Нет, вслух он этого не скажет, но друг обладает поистине дьявольским разумом. Он почти дословно предугадал каждое слово, каждое возражение мамы. Отставалось надеяться, что свою часть плана он тоже исполнит идеально. Утром еще можно было поймать ускользающую прохладу, и Шикомару вовсю пользовался этим, вставая на рассвете и выбираясь в сад. Едва солнце позолотило лица на скале Хакаги, он тяжело вздохнул и оторвался от шоги. Беседка стояла в самом дальнем углу, скрытая от дома густыми кустами давно не стриженной гортензии. Выйдя из нее, Шикомару неспешно пошел к дому, но, не дойдя несколько шагов, остановился и нахмурился. Старая вишня, до которой никак не доходили руки, чтобы спилить, решила все за него рухнуло прямо над дым, сломав крышу Ингаву и несколько сюзди. В оси на тех, что уцелели, были пробиты в нескольких местах. Хорошо, хоть этими комнатами никто не пользуется, но все равно лучше починить скорее, пока не пришли дожди. «Шикадай, ты ночью ничего не слышал?» – спросил Шикомару, входя на кухню. «Нет, а что случилось?» – невинно поинтересовался тот. Вишня упала. Шикомару вздохнул и потер шею. «Придется ремонтировать гостевые комнаты. Мама давно говорила, что надо ее спилить». Шикомару поморщился, но ничего говорить не стал, правда же, сам виноват. Может, если бы Тимари просто попросила, а не орала, рассказывая, откуда именно у него растут руки, он бы спилил эту вишню еще два года назад. Там кто-то стучит, заметил Шикадай, выдергивая из мыслей. Шикомару прислушался, переглянулся с сыном, пошел открывать. На пороге стояла Инна, за ее спиной маячил Инаджин. Обычно уложенные в идеальную прическу волосы растрепались и, кажется, были мокрыми. «Шикомару, мне нужна твоя помощь!» – заявила Инна, войдя в дом. Появившийся в дверном проеме Шикадай переглянулся с Инаджином и едва заметно кивнул. «Что случилось? Выглядишь странно. Катастрофа!» Инна распахнула глаза. «У меня дома взорвалась труба. Мастера вызвала. Что он сказал? Что из-за жира пришлось увеличить напор воды, потому что все постоянно моются. А у меня в доме очень старые трубы, вот и не выдержали. Сочувствую. Но чего ты хочешь от меня? Придется менять пол в ванной. И трубы. И потолок на кухне протек. Инна несчастно вздохнула, снова вспомнив, во что превратился дом. «Нам придется целый месяц жить без воды. Звучит ужасно, но я по-прежнему не понимаю, при чем тут. Можно мы поживем у тебя?» Инна умоляюще сложила руки на груди. «Ты нас даже не заметишь, честно. У меня?» Шикомару изогнул брови. Задумался, потом нехотя кивнул. «Ладно. Только у нас сейчас не так много свободного места. Если Шокодай согласится, чтобы Энаджин пожил с ним, я согласен». Тут же сказал Шокодай. Смутился, отругав себя за подозрительную поспешность. «То есть, я понимаю, что им некуда идти. А комнаты в конце концов отремонтируют, это же ненадолго». «А что у вас случилось?» Поинтересовалась Инна. Вишня упала на дом, махнул рукой Шикомару. В дальних комнатах сломана Сёдзи. «В одной ещё и пол повреждён. Понятия не имею, как я не услышал, когда она упала. Так ты согласен?» С надеждой спросила Инна. И, когда он кивнул, порывистый его обняла, «Шикомару, ты лучший. Не спросишь, почему я пришла именно к тебе?» Спросила, когда он недовольно стряхнул её руки со своих плеч. «У Сакуры мало места, с Хинотой Тинтин ты дружишь не так близко, а Коруи можешь терпеть нечасто и недолго», усмехнулся Шикомару. «Я слишком хорошо тебя знаю, Инна». Иннаджин и Шокодай снова переглянулись и довольно улыбнулись. Всё вышло идеально, у них впереди целый месяц, за который надо сделать всё, чтобы родители заметили друг друга и влюбились. «Ничего у вас не выйдет», — сказала Чо-Чо, когда они всё рассказали. «Почему?» — удивился Иннаджин. «Они теперь будут жить в соседних комнатах, постоянно попадаться на глаза друг другу. Этого мало. Они всю жизнь друг друга знают, нужно что-то, что потолкнёт навстречу. Откуда ты вдруг стал так много понимать в отношениях?» — прищурился Шокодай. «Просто я часто смотрю фильмы о любви», — спокойно ответила Чо-Чо. Парни одновременно скривились. «Вот именно. Вы понятия не имеете, как заставить людей двигаться навстречу друг другу». «Ладно, рассказывай», — вздохнул Шокодай. Тут Чо-Чо была права, что делать дальше они пока не знали. «Ты думаешь, они нас не убьют, если мы всё это сделаем?» — спросила Иннаджин, когда они с Шокодаем возвращались домой. «Будем надеяться, что даже первый способ подействует», — не слишком уверенно сказал Шокодай. «Может, у них всё случится само собой». «Тебе не обязательно было готовить», — укоризненно протянул Шокомару. Стол был заставлен множеством тарелок, от которых рябило в глазах. «Не надейся, что буду делать так каждый день», — фыркнула Инна. «Это в благодарность за то, что приютил. Потом будем готовить по очереди. Может, просто каждый сам для себя?» «Лень родилась раньше тебя, Шокомару». «Это не лень, а практичность». «К тому же, он посмотрел на тарелки, мы чаще едим мясо». «Я тоже ем», — вздёрнула нос Инна. «Ну да, пару кусочков из большой тарелки. Точно хочешь, чтобы я готовил?» «Хочу». Инна прищурилась и ткнула в него палочками. «Хочу попробовать именно твою еду». Шокомару покачал головой и потянулся за Саки. Ещё год назад он вообще толком готовить не умел. Что-то пожарить или сварить на миссии запросто, там не до изысков, да и никто не ждёт кулинарных шедевров. Когда ушла Тимари, первое время они с Шокодаем жили на лапше быстрого приготовления или ели готовую еду. Потом пришлось учиться, умереть от язвы не хотелось ни Шокомару, ни Шокодаю. Получалось сносно, но до идеала далеко, главное, что обоих это устраивало. Впечатлять Инна Шокомару тоже не собирался, но раз сама напросилась, пусть попробует отказаться. «У нас праздник?» — с порога спросил Шокодай, разуваясь. «Видимо, да», — откликнулся Шокомару, оборачиваясь. «Празднуем переезд Инна Инаджина. О, Анегири с Тунцом! Мои любимые!» Инаджин рухнул над забутан и потянулся к тарелке. Инна тут же хлопнула его по руке и строго откликнула руки. Вздохнув, Инаджин поднялся и поплёлся в ванную. Шокодай, который только сел, тут же подскочил и пошёл за ним. Шокомару беззвучно хмыкнул. «Что улыбаешься? Сам-то руки помыл? Инна, после стойких совместных миссий думаешь у меня осталась привычка садиться и есть с грязными руками? Кстати, я положила несколько своих полотенец в ванной, ты же не против? Почему я должен быть против, вы же будете здесь мыться? Шокодай, ты уже принёс футаны на Джину? Конечно, кивнул тот, садясь рядом с отцом. «Думаю, будет здорово пожить вместе. Посмотрим, что ты заговоришь через пару дней», — хмыкнул Шокомару. «Будет весело», — улыбнулась Инна и подняла отёка. «Компай!» «Это уже звучит страшно», — пробормотал Шокомару перед придётся ждать, чтобы проветрилось. Прошло два дня с тех пор, как Инна и Наджин переехали, и если второго почти не было видно, они постоянно пропадали Шокодайм и Чаучил Туина, даже когда не была рядом, постоянно напоминала о себе. Переставленные тарелки и чашки, порядок в холодильнике, чистота даже там, где никто не просил убирать по дому, словно ураган прошёлся, только вместо разрушения принёс порядок. Переменно Шокомару не любил с детства. Не те, что ломают привычные устои и заставляют подстраиваться. Поэтому долгое время привыкал жить с Тимари, а после без неё. Она была его привычкой, раздражающей, но любимой Константой, и, пожалуй, Шокомару был готов терпеть её характер всю жизнь. Только она его терпеть не смогла. Поначалу было больно. И обидно. Он не понимал, что сделал не так, почему она ушла. Друзья как один утверждали, что это к лучшему. Вдруг начали говорить, что никогда не видели их парой, что он должен быть рад, что избавился от тяжёлого брака, что теперь наконец свободен. Но Шокомару не чувствовал себя свободным, он чувствовал себя брошенным и одиноким. Прошло почти два года, а он только недавно окончательно её отпустил, и из головы, и из сердца. Тимари так решительно и быстро порвало с ним даже опомниться не успел. Никаких скандалов, стремительно оформленные документы поезд в Суну. Исчезла, как и не было. Только постоянно созванивалась с Шокодаем и часто звала к себе. Сын пережил всё проще, а Шокомару долго ворочил свои слова и поступки, сказанные и сделанные за десять лет брака. Анализировал и приходил к горькому выводу, во многом он был неправ. А исправлять уже поздно. Лишь спустя год они смогли встретиться и нормально поговорить. И даже понять друг друга. Но он всё равно скучал. С появлением она понял, последний год скучал уже не по Тимари, а по чужому присутствию в доме. По женской ауре, от которой всё будто засветилось. Словно дом тоже скучал. Наверное, Наруто прав, и ему давно пора идти дальше. Может, пригласить на свидание медевушку из отдела дознания. Она давно строила ему глазки, но Шокомару делал вид, что не замечает. Слишком много проблем с завязыванием новых отношений, узнавать другого человека, открываться самому, водить куда-то, пытаться впечатлить, сложно. При одной только мысли не хочется никаких отношений. Ванная наконец проветрилась, но всё равно хранила запах грейпфрута. Намыливаясь, Шокомару подумал, странно, она выливает на себя столько геля для душа, а пахнет всё равно цветами. Ты уверен, что это сработает? В очередной раз спросила Наджин. Должно, кивнул Шокодай. Чучо уже сказала, что взрослые, после того, как увидят друг друга голыми, моментально влюбляются. Но я не хочу, чтобы Шокомару-сан видел маму голого. Всё равно увидят, заметил Шокодай. Лучше раньше. Они же будут спать вместе. Фу! И Наджин скривился. Даже представлять не хочу. Шокодай задумался на мгновение и тоже поморщился, как-то не хочется думать, что отец будет заниматься сексом с иносан. Они слишком стары для такого. Но может, просто будут спать в одной постели. Тряхнув головой и прогнав видение обнажённой иносан, которая, к слову, для своего возраста отлично выглядит, Шокодай вытянул шею и посмотрел в коридор. Если он правильно всё рассчитал, то скоро вода в душе перестанет литься, а ещё через пару минут из спальни выйдет отец. Он мылся сразу после иносан. И правда, вскоре стало тихо. Скрипнули фу с ума, Шокодай и Наджин затаились и прислушались. На горьком опыте Шокомару понял купаться надо сразу после ино, потому что иначе ванной займут дети и выльют на себя всю горячую воду. Сам обмывался всегда быстро, экономно, а этим двум попробуй объясни, что после них люди тоже хотят помыться. Когда вода в душе перестала течь, Шокомару выждал немного и вышел в коридор. Открыв дверь, он вошёл в ванную, привычно подошёл к окну, распахнул его, чтобы проветрить, развернулся и ошеломлённо моргнул. Шокомару нара! Взревела Инна. Тяжёлая у неё всё-таки рука щека моментально немела. Попятившись, Шокомару стукнулся об раковину и наконец додумался закрыть глаза ладонью. Какого хрена, Шокомару? Инна схватила полотенце и стремительно им обернулась. «Прости», — проговорил Пунцова Шокомару, слепую двигаясь к двери. «Было не заперто, я подумал, что ты уже закончила. Извращенец! Так я тебе и поверила!» «Ксо!» Шокомару наконец нащупал дверной проём. «Делать мне нечего, подглядывать за тобой. Если бы захотел, давно бы это сделал». «Что?» Голос Инна перешёл на ультразвук. Шокомару выскочил в коридор, захлопнул за собой дверь и скрылся в спальне. «Что это только что было?» Дверь точно была не заперта, а Инна так же точно не хотела, чтобы он заходил. «Ксо!» Да он и сам бы никогда не зашёл, тогда какова. Он выбрался в душ только когда по звукам убедился она точно ушла. А потом спрятался в беседке, пытаясь привести в порядок хаотичные мысли и заглушить стыд. «Прости!» Она подошла со спины, тяжело вздохнула. Я проверила, замок правда сломан. Не представляю, что с ним случилось, я нормально закрыла. «Прощаю!» Проворчал Шокомару, невольно коснувшись щёки кожи до сих пор горела, и челюстью двигать больно. «Спасибо, что не выбила зуб». Это вышло само собой. Инна села напротив, сложила руки на коленях. Посмотрела на припохшую щёку и потянулась к ней. «Давай залечу!» Шокомару машинально отшатнулся, но потом покорно кивнул, «До завтра и синяк может появиться», объясняя потом Наруто, откуда он взялся. Лёгкое тепло, исходящее от её ладони, убирало боль. Прикрыв глаза, Шокомару пробормотал, «Мне всегда нравилось ощущение твоей чакры. У Сакура она более мощная и в чём-то грубая. Правда?» В голосе Инна послышалось довольство. «Так и есть улыбается». «Правда», — криво улыбнулся Шокомару. «Спасибо, уже не болит. В следующий раз буду стучать. Как продвигается ремонт». Инна кивнула головой на дым. «Вишню уже убрали, теперь их жду, пока занят сёдзи». Шокомару вздохнул, времени на то, чтобы заниматься этой ерундой у него нет, а приходится. Раньше бытовыми вопросами всегда занималась Тимари, а он даже не замечал. «Можно, я посижу здесь немного?» Вдруг попросила Инна. «Здесь хорошо», — пояснила она. «Спокойно. Сиди», — пожал плечами Шокомару, опуская глаза на доску с фигурами. Кусты гортинзии погружали беседку в полумрак, разгоняемый небольшой лампой, стоящей на полу. Тихо пели сверчки и дребезжали цикады, плескалась вода в цукубая. Инна сидела тихо, думала о чём-то своём, и вскоре Шокомару вовсе забыла о её присутствии. «Вот видишь!» — взволнованно проговорил Шокодай, вытянув шею. Они сидели на ингале и пытались рассмотреть, что происходит в беседке, но увидели только силуэт Шокомару, подсвеченный лампой. «Ничего не вижу», — прошипел Иннаджин. «Просто сидят и разговаривают. И вообще, не думаю, что после такого Шокомару-сан захочет ещё хоть раз увидеть маму Галой. Значит, приступаем к следующему плану», — невозмутимо ответил Шокодай. «Что это?» Шокомару смотрел на инструменты, разложенные на столе. «У тебя ужасный сад, ты когда им в последний раз занимался?» Инна-то уже затянула хвост и надела садовые перчатки. «Садом?» Шокомару задумался. «Никогда. Мама раньше следила. Оно видно. Бедная Ёшина-сан, не представляю, что бы она сказала, если бы увидела такой кошмар. Она видит», — напомнил Шокомару. «Каждый раз, когда приходит. Удивительно, как она до сих пор тебя не прибила», — проворчала она. Обернувшись на пороге улыбнулась, — «К вечеру ты свой сад не узнаешь. Уверена, что тебе надо этим заниматься», — засомневался Шокомару. Выходной, Инна пожала плечами. «Почему не сделать другу приятное? Охота тебе так проводить выходной?» Шокомару вздохнул. Он обещал Шокодай поиграть в шоги, а она пусть занимается чем хочет. Глядя на склонившегося над доской сына, Шокомару вдруг вспомнил, как сидел точно так же с отцом. Словно это было еще вчера, а на самом деле прошло пятнадцать лет. Ему так остро не хватало разговоров с отцом, особенно поначалу. Даже сейчас эта боль, притупившаяся, сидела глубоко в груди. «Твой ход», — сказал Шокодай, поднимая глаза. Шокомару кивнул и посмотрел на фигуры. Восхитился невольно хитроумный ход. Даже задумался на мгновение, но потом довольно улыбнулся и передвинул своего короля. «Ты подставился нарочно или ошибся?» Пробормотал Шокодай, потирая подбородок. «Не скажу», — хмыкнул Шокомару. Он никогда не подыгрывал сыну, и все его победы исключительно его заслуга. Но в этом Шокомару пока не признавался ни время, а ты загордиться. В нем вообще много самоуверенности заслуга Тимари, Шокомару в его возрасте таким не был. Знал, на что способен, но всегда сомневался, достаточно ли хорош. «Шокомару!» Ина сдвигнулась от Зи и просунула взъерошенную голову. «Помоги мне!» «Помочь!» Шокомару приподнял бровь. «С чем?» «Мне надо, чтобы ты подержал ветки, пока я буду их обрезать». «Это была твоя идея заняться садом», — проворчал он, нехотя поднимаясь. «Но сад-то твой», — резонно заметила Ина. «Пойдем, Шокодай, твоя помощь тоже пригодится». Оба нара переглянулись и поплелись в сад. Всего за час он действительно изменился до неузнаваемости, вместо заросшей небрежности хаос, заваленной ветками дорожки и сбившейся в кучу карпа в пруду. «Что это?» — в ужасе спросил Шокомару. «Подожди, дальше будет лучше», — махнула рукой Инва и пошла к беседке. «Только не трогай гортензии!» — крикнул Шокомару, бросаясь за ней. «Я лишь аккуратно их постригу. Потом сам спасибо скажешь. Я уже готов сказать спасибо, только отойди и убери ножницы». Перемены не всегда плохо, Инна щелкнула ножницами в воздухе. «Иди сюда, не бойся!» «Что ж тебе на месте не сидится?» — процедил Шокомару, опуская верхушку куста, который успел вырасти выше крыши беседки. Прямами они были аккуратными, круглыми и постоянно цвели. Сейчас в густой зелени едва можно было разглядеть голубые шары. «Шикодай!» — собери пока ветки в углу, мы их сожжем! — скомандовала Инна, не отрываясь от стрижки. Щелк-щелк раздавалась над ухом. На голову летели листья мелкие ветки, оседали на плечах. Под ногами хрустело, пока Шокомару и Инна медленно переходили от одного куста к другому. Теперь беседка оголилась, кусты доходили едва до середины, никакого уюта. Последний куст оказался особенно густым, Шокомару силой наклонил ветку, и та треснула. Испугавшись, что сломал, он резко выпустил ее. Инна коротко вскрикнула, прижав ладонь к щеке. Поцарапалась? Дай посмотрю. Шокомару убрал ее ладонь и нахмурился, щеку рассекали тонкие царапины. Это ты мне так за пощечину мстишь? Проворчала Инна, подсвечивая ладончику Рой. Может быть, хмыкнул Шокомару. Инна сощурила глаза, но промолчала, заставив вздрогнуть. Этот взгляд он узнает из тысячи, теперь надо ходить и оглядываться. А выглядит и правда красиво. Шокодай смотрел на сад и с трудом его узнавал. В углу дымились углеогненная техника сожгла сырые ветки вместе с листьями почти моментально. Ровные кусты, постриженная трава, аккуратные деревья, наконец стало видно пруд, даже карпы заметно ободрились. Согласен, вздохнул Шокомару и закатил глаза, заметив победоносную улыбку Инна. Она-то брала весь его выходной, а он даже не заметил, как так вышло. Но в саду словно дышать стало легче. Надо было сделать с Экитой. Сад камней, и не мучиться, не удержался он. Шутишь? Ты знаешь, сколько за ним ухода? Что там ухаживать? Засыпал камнями и радуйся. Шокомару, в некоторых вопросах ты совершенный идиот. А ты ходячая проблема, не минуты покоя. За это ты меня и любишь. Я тебя не люблю, я тебя терплю. Когда там, кстати, закончится твой ремонт. Уже выгоняешь? Считаю дни. Безлобно переругиваясь, Шокомару и Инна вошли в дом. Шокодай остался на Ингаве, провожая их искрящимся весельем взглядом. Пусть они еще не поняли, но кажется, прогресс налицо. А прошла только первая неделя из четырех. Как-то медленно они влюбляются. Инна Джин и Шокодай сидели под деревом на шестом тренировочном полигоне, а Чу-Чу расхаживала перед ними. После слов Инна Джина она остановилась и уперла руки в бока. А что ты хотел? Это же взрослые, им надо больше времени, чтобы влюбиться. У нас скоро ремонт закончится, и что потом, все сначала начинать? Во второй взрыв трубы мама не поверит. Инна Джин помолчал, тихо добавил, и, пожалуй, меня убьет. Надо толкнуть их друг к другу, сказала Чу-Чу. Мы их и так толкаем, огрызнулся Инна Джин. Нет, я имею в виду, на самом деле толкнуть друг к другу. Чтобы Инна Сан упала в объятия Шикомару Сана. Бам! Она взмахнула руками. Искра, вспышка, безумие. И как ты предлагаешь это сделать? Скептично спросил Шокодай. Ну, способов много, протянула Чу-Чу, садясь перед ними и скрещивая ноги. Но я предлагаю вот что. Летом солнце всегда светило прямо в распахнутой сезде, заливая дом оранжевым светом. Выйдя из кухни, Шикомару зажмурился, на миг ослепнув солнечный луч бил прямо в глаза. «Инна, ты не убирала мое оружейное масло!» Крикнул он. Она высунулась из гостиной и покачала головой. Я не лазаю по чужому оружию. Ищу там, где положил. «Если бы оно было там, где положил, я бы тебя не спрашивал», — проворчал Шикомару. «Вот же ж вредный», — пробормотала Инна, выходя в коридор. Они шагнули навстречу и одновременно взмахнули руками, ноги разъехались, и оба рухнули на пол. «Ксо!» — вырвалась у Шикомару. Привстав на локтях, он посмотрел на лежащую Инна. «Ты как?» «Что это?» Она села и посмотрела на свою блестящую ступню. Поднесла ее к носу и принюхалась. «Кажется, твое масло нашлось». Шикомару тоже сел, потирая затылок. Посмотрел на разлитое по полу пятну и крикнул «Шикодай!». Инна уже поднялась. Протянув руку, она помогла Шикомару встать, но он, едва сделав шаг, тут же поморщился. «Кажется, я вывихнул лодыжку. Давай посмотрю». Инна присела перед ним и пощупала ногу. Шикомару шикнул, когда она подняла ее и слегка покрутила. «Очень может быть. Где у тебя эластичные бинты?» «В спальне, в аптечке», — проворчал Шикомару, когда Инна выпрямилась и подставила ему плечо. Обняв ее одной рукой, он захромал к спальне, когда из своей комнаты вышел Шикодай. «Что случилось?» Спросил он. За спиной маячил Индажин, удивленно глядя на растрепанных Шикомару немаму. «Ты убрал мое масло?» «Да», — Шикодай смущенно улыбнулся. «Прости. Надо было тебе сказать. Надо было не проливать его на пол», — угрюмо сказал Шикомару, позволяя натащить себя к спальне. «Вот и как мне теперь ходить?» «Не вырча», — оборвала Инна. «Сейчас подлечу, зафиксирую, через пару дней все пройдет». Она толкнула Фусума в сторону и помогла Шикомару дойти до кровати. Взяла аптечку, села на пол и снова приподняла ногу. Шикомару зашипел. «Терпи», — строго сказала она, подсвечивая ладончику Рой. «Что ты слишком часто ты меня в последнее время лечишь», — вздохнул Шикомару. Дети с умилением наблюдали за ними с порога. «Скажи спасибо, что я рядом», — фыркнула Инна. «Рядом с тобой проблемы только прибавляются», — заметил Шикомару. «Вот и все». Инна закончила перевязку, опустила ногу на пол и поднялась. Хлопнула Шикомару по плечу, готова. «Сегодня полный покой, завтра расходишься». «Подожди», — она нахмурилась. Не убирая руку с плеча, осторожно его ощупала. «Почему у тебя такие мышцы забитые? Ты когда в последний раз разминался?» «Времени нет», — отмахнулся Шикомару, пытаясь встать. «Сиди», — строго сказала Инна. Шустро забралась на кровать. Встав на колени за его спиной, она надавила на плечи. «Снимай майку». «Зачем?» Он повернул голову, но Инна тут же вернула ее на место. «Я же сказала, тебе повезло, что я рядом. Сделаю тебе массаж». «Удивительно, как ты еще от мигрени не начал страдать. Голова иногда болит», — приглушенно сказал Шикомару, снимая майку. «Вот о чем я и говорю». Она прошлась ладонями по его плечам, поднялась к шее и начала неспешно разогревать кожу, слабо надавливая большими пальцами, прокатывая ее под ними. Шикомару тихо застонал, опустив голову, Инна гордо улыбнулась. «За это я точно скажу тебе спасибо», — пробормотал он, покачиваясь от уверенных движений ее рук. Шикадай и Инна Джин бесшумно скрылись с глаз. «Я тоже давно не тренировалась», — задумчиво проговорила Инна, разминая его шеи. «Может, по спаррингу им как-нибудь?» «Может быть», — лениво протянул Шикомару, закрывая глаза. Тепло ее рук разливалось по телу, кожа постепенно начала полыхать. «У тебя волшебные руки?» «Я знаю». Инна хмыкнула и запустила пальцы в волосы на затылке. Такой тугой хвост. Шикомару, надо хоть иногда его распускать. Она сняла резинку и взъерошила волосы. Мягкой волной они упали на плечи, и пальцы Инна моментально запутались в них, массируя голову. Шикомару несдержанно выдохнула и тут же сжал губы, ее касания были слишком приятны, чересчур для простого дружеского массажа. Жар ее тела жег чувствительно после массажа кожу, вдруг захотелось откинуться на нее, прижаться к груди. «Хватит, спасибо», — сказал он, выпрямляясь. Инна тут же отодвинулась, забирая ей тепло. Шикомару потянулся за майкой, не глядя на нее. Странно все это, очень странно. Наконец посмотрел через плечо, приподнял бровь, заметив, что она сосредоточенно рассматривает его постельное белье. «Так нечестно. У тебя такая мягкая кровать, а я сплю на футоне. Чем тебя не устраивает футон? Я бы лучше на нем спал». Кровать уговорила купить Тимари, когда они поженились. Шикомару любил более жесткие поверхности для сна, но пришлось уступить, на футоне Тимари спать категорически отказывалась. Со временем он привык, но иногда все равно раскатывал футон и спал на полу. «Может, поменяемся?» — жалобно протянул Инна. «Если тебе действительно неудобно», — с сомнением проговорил Шикомару. Потом подумал, пусть спит здесь, если хочет, это ведь не навсегда. «Хорошо», — кивнул он. «Поменяемся. Сегодня я буду спать в твоей комнате, а ты здесь. Я всегда говорила, что ты лучший». Воскликнула она, потянулось было, чтобы обнять, но неловко застыло. Шикомару подмигнул, все для удобства гостей. Резко встав, он поморщился, совсем забыл про ногу. Приглушенно выругался и похромал на кухню. «Надо закрепить успех!» — воодушевленно воскликнул Шокодай. Они с сыном и женом сидели в беседке, куда сбежали, как только Шикомару снял майку. «Мешать родителям не стоит, не маленькие, разберутся, что к чему. Может, они уже поцеловались?» — предположил Инаджин. «Не думаю». Мама рассказывала, что сама поцеловала отца в первый раз, иначе он так бы и не решился. «Я бы тоже первый не решился». Инаджин вздохнул. «Вообще хотелось бы попробовать, каково это целоваться? И с кем бы ты хотел попробовать?» Невинно поинтересовался Шокодай. Инаджин покраснел и махнул рукой, что-то там говорил о закреплении успеха. Шокодай понятливо хмыкнул, но настаивать не стал. Оглянулся в поисках идей, когда взгляд зацепился за свежоастриженные кусты гортензий. «Надо подарить иносан цветы, чтобы она подумала, будто они от отца. И как мы это сделаем? Положим их ночью у ее кровати. Только надо что-то еще. Чтобы она поняла, кто их подарил, перевяжем букет его резинкой для волос. Она у него одна, придется дождаться, когда он ляжет спать. Ты украдешь резинку, а я соберу цветы». Она проснется и увидит букет, подумает, что это от Шокомару Сэна и поймет, что она ему нравится. «Стоп! А если она ему все-таки не нравится?» «Нравится, можешь мне поверить. Уже точно нравится», — хитро улыбнулся Шокодай. Дожидаться, когда родители лягут спать, пришлось долго. Сначала они ужинали, потом вместе смотрели какой-то фильм, а потом вообще заговорили о тренировках. Заскучав, Шокодай и Наджин отсиживались в спальне. Букет был собран и ждал своего часа в стакане с водой. Наконец в доме стало тихо. «Держи», — и Наджин сунул букет Шокодаю, перевяжешь и передашь мне, я поставлю рядом с маминой кроватью. «Почему я должен к нему идти?» Зашипел Шокодай. «Потому что это твой отец, это логично. Что я скажу Шокомару Сану, если он проснется и увидит меня?» «А я что скажу?» «Что кошмар приснился», — ехидно сказал Наджин. Шокодай закатил глаза. Бесшумно ступая, он прокрался к фосу мая, замирая от каждого шороха, осторожно сдвинул их. Ужом скользнул внутрь, а на носочках подобрался к прикроватной тумбочке, на которой всегда лежала резинка. От цветов, собранных Наджином, исходил сильный запах, щекочущий нос. Глубоко вздохнув, Шокодай не выдержал и тихо чихнул. Ком, завернутый в одеяло, зашевелился и резко сел. Светлые длинные волосы явно не принадлежали отцу. Шокодай попятился, выронил букет и вылетел из спальни до того, как Инна громко крикнула, «Кто здесь?» «Они что, уже спят вместе?» Промелькнуло в голове, когда Шокодай влетел в спальню. «Что случилось?» Послышался голос отца из другой комнаты. Переглянувшись, парни высунулись из комнаты и обалдело ставились на хромающего Шокомару. «У меня в комнате кто-то был». Инна уже включила свет и теперь с удивлением рассматривала рассыпанные по полу цветы. Шокомару тоже уставился на них с нечитаемым выражением лица. «Шокомару, ты что, завел тайную поклонницу?» «Почему мне не сказал?» «Никого я не завел», — смутился он. «Ну, эти цветы явно предназначались тебе», — улыбнулась Инна. «Давай, рассказывай, кто она?» «Нет никого, я же сказал. Хотя бы со мной мог поделиться, я думала, мы друзья». «Ина, если у меня кто-то появится, ты узнаешь первый». Шокомару не мог понять, почему ее предположения так его разозлили, но почему-то не хотелось, чтобы она считала, что он с кем-то тайно встречается. Не хотелось, и все тут. Он смотрел на нее, растрепанную лямкой шелкового топа для сна сползла с плеча, так и тянет вернуть на место или окончательно снять и не мог отвести глаз. Только сейчас дошло не в спальне посреди ночи, полуголые. Зачем-то подтянув поезд домашней юкаты, Шокомару потер шею, взъерошив распущенные волосы, и неловко хмыкнул. «Поздно уже, спи. А цветы не заберешь? Считай, что это подарок от меня». Если так, Инна задумчиво улыбнулась, стрельнула взглядом, то спасибо. Крышу починили на совесть, не отличить, где старая черепица, а где новая. Шокомару сидел наденгавой, курил и лениво следил за Инна, поливающие цветы. Вечер, звук льющейся воды, запах влажной земли и крики ласточек над головой все это так умиротворяло, что не хотелось даже лишний раз шевелиться. Просто впитывать в себя детали и наслаждаться каждым мгновением. Докурив, Шокомару откинулся на крышу и уставился в розовеющее небо, по которому медленно плыло маленькое, едва заметное облако. Почему нельзя лежать так вечно, слушая далекий стук поезда, не думая о делах, «Не». Холодный душ окатил с головы до ног, вода моментально пропитала майку. «Ксо! Инна!» Шокомару резко сел и недовольно посмотрел на улыбающуюся Инна. Она помахала в ответ шлангом и вновь направила на него. «Только попробуй!» — пригрозил Шокомару. «Ты выглядел слишком довольным жизнью, захотелось вернуть на землю. Это жестоко», — он отряхнул руки, по которым до сих пор стекала вода. «Ты хотел сказать весело, но перепутал буквы, хмыкнула Инна и без предупреждения вновь залила водой, целясь прямо в лицо. Фыркая, Шокомару подскочил, со стихией воды отношения складывались не очень, но небольшой водяной смерч он вызвать сможет. Быстро сложив печати, он выбросил руки вперед, Инна и набрушился поток воды. Мгновение, и она промокла насквозь. Спрыгнув на землю и не давая ей опомниться, Шокомару добавил к первому смерчу второй, постепенно загоняя на к пруду. «Стой!» — завизжала она, отбиваясь. «Да стыжа!» — мощный щит отразил третий смерч, и тот осыпался ей под ноги, превратившись в большую лужу. Так нечестно! Зато весело ухмыльнулся Шокомару. Инна недобро посмотрела на него и вдруг резко подняла руку и направила струю воды в голову. Шокомару вернулся, пригнулся и стремительно перетек к ней. Рывок и шланг оказался в его руках. Мгновение, и Инна побежала, взвизгивая каждый раз, когда Шокомару доставал ее. Привлеченные криками на Ингаву вышли Шокода и Инаджин. От потрясения они не могли вымолвить ни слова, просто молча наблюдали, как родители носятся по саду и скачут по неизвестно откуда взявшимся лужам. «Сдаешься!» — крикнул Шокомару, загнав ее на берег пруда. «Не дождешься!» — Инна смахнула прилипшую колбу челку и выпрямилась. «Думаешь, поймать меня в свою технику?» Шокомару тонко улыбнулся. «Считаешь, я настолько предсказуема?» Высокомерно процедила Инна и потрясла руками, расслабляя пальцы. Не дав ей сложить печать, Шокомару отбросил шланг, прыгнул. Громкий всплеск, Инна ушла под воду. Тут же вынырнула, фыркая и отплевываясь. Карпы сгрудились в углу пруда, беспокойно поглядывая на них. Шокомару крепко держал ее запястье, не давая выбраться. Сев на ее ноги, он хмыкнул, волосы полностью закрыли лицо, Инна раздраженно шипела, но не могла их убрать. «Сдаешься?» Победоносно спросил он. «Да чтоб тебя», — проворчала Инна. «Да, сдаюсь». Он тут же выпустил руки, Инна убрала волосы с лица и недовольно посмотрела на него. «Черт, Евгений!» — безлобно пробормотала она. «Когда-нибудь я застану тебя врасплох и выиграю. Мечтай больше». Шокомару поднялся и протянул руку, но Инна отказалась от помощи. Встала, попыталась отряхнуть юбку, поняла, что это бесполезно и гордо мотнув хвостом, выбралась из пруда. Его кончик хлестанул Шокомару по лицу, заметив это, Инна хихикнула. Зато было весело. Признай, что было весело. Очень, саркастично бросил Шокомару, оглядывая себя. «Ладно, пойдем переодеваться. Я не хочу простыть». Зануда, Инна показала ему язык и пошла к дому. «Ходячая катастрофа», — вздохнул он. Пройдя мимо так и не произнесших ни слова детей, они разулись и разошлись по комнатам, оставляя на полу мокрые следы. «Ты тоже это видел?» — с трудом ворча языком, — проговорил Шокодай. «Ага». Инна Джин посмотрел на две пары мокрых сандалей. Они лишились рассудка. «Бака», — хмыкнул Шокодай. «Им понравилось. Сегодня была очередь Шокомару готовить». После того, как Инна раз за разом браковала его стряпню, он решил плюнуть на нее и купить всем рамена. Хотел демонстративно поставить его на стол и сказать, что это единственный шедевр, на который он способен, но сюрприз был испорчен и нашла навстречу, таща два огромных пакета. Из одного торчал сальдерей, из второго свешивался рыбий хвост. «И куда ты столько набрала?» — иронично поинтересовался Шокомару. «Не хочу опять давиться твоей едой». Инна прищурил глаза. «Только не говори, что купил всем рамен. Решил, что отравлю тебя как-нибудь в другой раз. Я хочу приготовить суши. Приготовишь завтра, сегодня у нас рамен. Вот ешь его сам, посмотрим, что выберут дети». Шокомару закатил глаза, медленно сосчитал до пяти и тяжело вздохнул. «Давай сюда свои пакеты. Ты собираешься вернуть их обратно в магазин? Не надейся». Инна прижала их к груди. Рыбий хвост мазнул по топу, оставив склизкий след. Шокомару схватился за ручки и потянул на себя. «Не отдам. Я хочу нормально есть. Да не ой ты. Я просто хочу помочь их донести». Глаза Инна стали круглыми. От удивления она разжала руки и пакеты рухнули на землю, рассыпая содержимое. «Держи», — хмуро сказал Шокомару, впихнув в ее руку пакет с раменом. Сам же быстро присел и начал собирать продукты обратно. «Пойдем домой», — вздохнул, выпрямляясь. «Шокомару», — заговорила Инна, — «когда они дошли до конца улицы, хочешь, я научу тебя готовить?» Он задумался, «он мне ведь полезное». Да и потом, когда они с Энаджином вернутся к себе, ему все равно придется опять этим заниматься. При мысли, что они с Шокодаем снова останутся одни, под ложечкой тоскливо заныло. Шокомару кивнул, и она просияла так ярко, словно внутри кто-то включил лампочку. «Чему ты так радуешься?» — недовольно спросил он. «Что есть что-то, чему я могу тебя научить?» — честно ответила она. Шокомару приподнял бровь, пытаясь отыскать в этом смысл. Она и так очень многому его научила за годы, что они были в одной команде, неужели не помнят? Терпению, вере в друзей и победу, умению доверять другим и ценить чужую жизнь несмотря ни на что. Разве это сравнится с какой-то там готовкой? Ничего себе! Вы выглядите как настоящая пара!» Протянул Кеба за их спиной. И на Шокомару одновременно обернулись. «Наруто говорил, что вы теперь живете вместе, но я думал, это все временно». «Это и есть временно», — раздраженно сказала Инна. «А ты вечно видишь то, чего нет. А может, я как раз вижу то, что есть?» Подмигнул Кеба, сверкнув клыком. «Не забудьте пригласить на свадьбу». Он обогнул их и пошел дальше, что-то тихо насвистывая. «Бака», — пробормотала покрасневшая Инна. Шокомару кивнул, игнорируя тот факт, что к его щекам так же быстро прилила кровь. Некоторое время они шли в молчание, пока Шокомару не спросил, «А ты не думал об этом?» Инна споткнулась и испуганно посмотрела на него. «Я имею в виду, ты не думала о том, что когда-нибудь снова выйдешь замуж?» Поправился Шокомару, поняв, как двусмысленно прозвучал вопрос. Щеки и шею снова запекло. «Иногда, думаю, неопределенно пожала плечами Инна. Но специально никому не присматривалась. А ты?» «Не знаю», — задумчиво протянул Шокомару, подняв глаза к небу, затянутому низкими серыми облаками. «Мне кажется, что шанс встретить подходящего человека и так ничтожно мал. А встретить его во второй раз невозможно. Значит, ты однолюб?» Тихо спросила Инна, посмотрев на него из-под щелки. «Скорее, реалист», — печально хмыкнул Шокомару. «Тимари была такой, не похожей ни на кого вокруг. Я почти не знал ее, не знал, что ей нравится, а что нет. Не знал, как правильно себя с ней вести. Она направляла меня, и сейчас я думаю, что этим пыталась создать идеального человека для себя. Не получилось. Зато теперь я уверен, для счастья мало одной только любви. Мало», — кивнула Инна. «Я тоже ничего не знала о Сае. Только он ничего ей не рассказывал. Сначала я его понимала, потом его молчание начало раздражать. Тяжело жить с человеком, который не умеет разговаривать. Выходит, нам нужен тот, кого мы уже хорошо знаем», — подытожил Шокомару. «А так как все знакомые давно заняты, шанс на новый брак ничтожно мал. Это точно. Зато мы есть друг у друга, и это здорово». Шокомару посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся, и правда, это очень здорово. Все, кроме Инна, выбрали рамен. Ворча она запихивала продукты в холодильник, обещая, что завтра заставят всех жевать сельдерей. Сама к рамену не притронулась, а начала что-то резать на кухне. За окном вдруг сверкнуло, и вскоре послышались отдаленные раскаты грома. Наконец пришла долгожданная прохлада. Когда все расселись на диване перед телевизором, холодный сквозняк успел выстудить дом. Инна надела пушистый свитер, забралась на диван с ногами и поставила на колени миску с салатом. «Вкусно!» — ехидно спросил Шокомару, присев на край дивана перед ней. От его рамена поднимался ароматный пар, от которого желудок на болезни нажимался. Но она лишь кивнула и запихнула в рот овощи. Шикадай и Инаджин сидели на полу, прислонившись к дивану, это тоже было приобретение тимари. Большой, низкий, угловой, он совершенно не вписывался в дом Шокомару, выдержанный в традиционном стиле. Но делать ремонт ради дивана Шокомару категорически отказался, так он и остался стоять посреди комнаты, вместе с телевизором, смотревшимся здесь еще более нелепо. Каждый раз, входя в эту комнату, Йошина закатывала глаза и бормотала о полной безвкусице, хотя чего еще от нее можно ждать. Тимари делала вид, что не слышит. Шокомару диван не любил. И гостиную эту тоже предпочитал проводить время в тишине. А вот Шокодай с него не слезал, а теперь, когда в доме вдруг стало много народа, чаще всего они собирались именно здесь. «Очень вкусно», — демонстративно сказала Инва и поставила пустую тарелку на стол. Покосилась на рамен Шокомару, который тот держал в руке, и откинулась обратно, на спинку дивана. «И правда вкусно», — сказал Инна Джин, не отрываясь от еды. «Спасибо, Шокомару-сан». «Да, пап, спасибо, что взял мой любимый». Гневно выдохнув, Инна посмотрела на детей, но те понятия не имели о разногласиях родителей, зато Шокомару довольно посмеивался. Прищурившись, Инна сползла по дивану ниже, подцепила пальцами ног водолазку Шокомару, и, когда та поднялась, резко поставила холодные ступни на его спину. От неожиданности Шокомару выгнулся и едва не расплескал рамен. «Ты такой горячий», — мурлыкнула Инна, невинно глядя на него. Очень дефис, очень глубоко вздохнув, Шокомару давил лапшу, которая была во рту, и медленно повернулся. «Я просто погрею ноги, ты же не возражаешь? Надень носки, они лучше согреют. У меня нет с собой носков». «Ну, Шокомару, тебе что, жалко? Раньше ты всегда позволял мне так делать. В основном ты грелась о Чаджи», — напомнил Шокомару, смиряясь с неизбежным. К тому же ступни у нее правда были ледяными, наверное, оттого так зудела кожа. «Неправда. Помнишь ту пещеру в Железных горах? Когда нас чуть снегом не засыпало». На глазах заинтересовавшихся Шокодай Инаджина Шокомару вдруг ярко покраснел и прикрыл глаза ладонью. Нашла что вспомнить, неразборчиво пробормотал он. «Он мне тогда жизнь спас», — доверительно сообщила Инадзитим. «Знаете, как надо греться, если начинается обморожение? Они узнают об этом в следующем году», — сказал Шокомару, не отнимая ладони от глаз. Раздеться догола, укрыться одеждой и открепко обняться, без запинки выдал Шокодай. И только потом понял, что именно сказал. Потрясенно он посмотрел на пунцевого отца, потом на ухмыляющийся иносан. Хлопнул ресницами и переглянулся с ним непотрясенным Инаджином. «Ты слишком долго причитала, что тебе рано умирать в шестнадцать», — обреченно вздохнув, что дети все равно узнали, — сказал Шокомару. «Ох, да. Твое решительное, тогда раздевайся, я помню до сих пор. Ками, да за что мне это?» Простонал Шокомару, поднимая глаза к потолку. Тогда я, конечно, не поняла, что он имеет в виду. К тому же Киба только начал встречаться с Хинутой, а Рок признался с Тинтин в любви, и я подумала. «Я просто хотел тебя согреть, женщина». Рявкнул Шокомару. А надо было оставить в пещере, лежала бы там сосулькой, вечно молодая. «В общем, Шокомару, ты очень горячий», — подытожила Ина, просовывая ноги выше под водолазку и упираясь в лопатки. «И спина у тебя твердая. Поэтому я и говорю, что мне не нужны тренировки», — смирившись с позором, — сказал Шокомару. «Каждый раз, когда вспоминал о том случае, неизбежно краснел. Да, по правилам выживания они поступили правильно, оба вернулись домой целыми и невредимыми, даже носы не отморозили. Но это было так дико. Он словно лег голым в кровать с сестрой. Ина тогда тоже чувствовала себя неловко, хорошо, что в пещере было темно. Зато потом она часто вспоминала тот случай со смехом, почти сразу рассказав о нем всем друзьям. Только Тимари об этом так и не узнала, что радовала. И вот, сейчас это снова всплыло только. Шокомару вдруг отчетливо понял, что не смог бы сейчас поступить так же. Просто потому, что перед ним не девчонка из команды, не друг, а молодая красивая женщина. Это тогда у них не было опыта, а сейчас оба знают, что делают обнаженные люди, оставаясь наедине. Вышло бы крайне неловко, если бы его тело начало на нее реагировать. Ты завтра не задержишься? Буднично спросила Ина. Словно не она только что рассказала позорную историю из прошлого, а теперь не она греет об него ноги. Не должен, а что? Будем готовить. Или ты уже забыл? Будем готовить. Вздохнул Шокомару. Шокодай и Инаджин были подавлены. Только что они оба поняли одну простую вещь. Родители уже давно видели друг друга голыми. И если бы дело было только в этом, они бы давно были вместе. Наверное, мы все-таки ошиблись, удрученно сказала Инаджин. Рано сдаваться, решительно ответил Шокодай. У нас еще две с половиной недели. Туалетная вода закончилась. Конечно, глупо переживать из-за этого, но Тимари нравилась, как от него пахнет, а Шокомару хотелось сделать ей приятно. Сам не заметил, как привык, только на миссии не пользовался. Глядя на пустой флакон, Шокомару раздумывал, купить такой же или новый. Этот запах тоже больше нравился ей, чем ему. Сухой, как пески с уны. Ладно, завтра сходит в магазин. Или послезавтра. Или как-нибудь потом, главное, чтобы никто не увидел, как он туда идет. Шокомару поставил пустой флакон на комод, открыл его и достал чистую майку, когда взгляд зацепился за коричневую коробочку, лежащую в самом углу. Серьезно, туалетная вода. Он в упор не мог вспомнить, кто и когда ее покупал. Запах оказался приятный, древесный, словно прямо сейчас перенесся в лес. Даже в носу защекотала. Значит, поход в магазин отменяется. Кеба сказал, что видел вас вчера сына, небрежно заметил Наруто, покачиваясь в кресле. И что? Рассейно спросил Шокомару, перебирая разложенные на столе свитки. Сказал, вы отлично смотритесь вместе. И ты туда же. Шокомару даже не поднял голову. То, что она живет у меня, ничего не значит. Скоро ремонт закончится, и Инна вернется к себе. Ты вроде такой умный, протянул Наруто, хитро улыбаясь, а иногда рассуждаешь как полнейший дурак. Я рассуждаю так, как рассуждал бы любой на моем месте, спокойно сказал Шокомару, выуживая, наконец, нужный свиток. Потом твердо посмотрел на Наруто, мы с она друзья. На этом все. Ага. Мы с Саски тоже друзья. Вроде как были. Это другое. Просто посмотри на это под другим углом, и увидишь, как мало различий. Больше Наруто эту тему не поднимал, а Шокомару не стал застрять на ней внимание. После развода друзья часто в шутку говорили, что теперь они обязаны пожениться. Неужели теперь эта шутка стала навязчивой идеей? Бред. Им просто хорошо вместе, так было всегда, ничего не изменилось. Он думал так до того момента, как, придя домой, не увидел она, выглянувшую из кухни в фартуке. Опять босиком, а на улице ощутимо похолодало дождь лил второй день подряд. Шокомару разулся, прошел на кухню и вытащил из-за пазухи сверток. Держи. Что это? Она покрутила его в руках, развернула бумагу и улыбнулась. Носки. Такие мягкие. Сам выбирал. Взял первый попавшийся, неловко улыбнулся Шокомару. Надеюсь, подойдут. Как они могут не подойти, главное, что не детские, хмыкнула Инна, разорвала упаковку и прислонилась к столу. Быстро натянула пушистые голубые носки и пошевелила пальцами. Идеально. Спасибо. Она обняла его, собралась было отстраниться, но вдруг принюхалась. Провела кончиком носа по шее, а Шокомару словно током пробила, пустота разлилась в желудке. Ты все-таки пользуешься ею? Вспомнил. Инна подарила эту воду три года назад, но Тимари, даже не открыв, сказала, что ему такой запах не подходит, Шокомару не стал ни проверять, ни спорить. Этот запах очень тебе идет, сказала Инна, продолжая глубоко дышать, едва касаясь носом кожи. Он должен был что-то сказать, но не мог. Прирос к полу, не сдвигаться, только сердце забилось так громко, что стало странно, почему она не слышит. Такая теплая, окутала своим запахом, от которого голова идет кругом. Что мы будем готовить? Выдавил, наконец, через силу. Инна выпрямилась и смущенно заправила волосы за ухо. Кашлянула, слабо покраснев. Я пока не придумала. Непослушная прядь снова упала на глаза, Шокомару потянулся к ней и осторожно убрал, мазнув кончиками пальцев по виску. Не хочу вытаскивать волосы из еды, пошутил неловко и отвернулся. Ладно, говори, с чего начнем? Непринужденность давалась нелегко, шея полыхала, руки подрагивали. Глубоко вздохнув, Шокомару взял протянутый и на нож и баклажан. Начнем с азов. Ты отвратительно нарезаешь овощи. Нормально я их нарезаю. Толстые не одинаково. Должны быть тонкие полоски одного размера. Какая разница? Вкус все равно будет таким же. Разница есть, Шокомару. Инна закатила глаза. И вообще, не спорь. Собрался учиться неотлынивый. Под ее пристальным руководством Шокомару начал сосредоточенно нарезать баклажан, постепенно отвлекаясь от охватившего смятения. Не так. Что это за кривые палки? Подхватив кусочек баклажана, Инна потрясла им в воздухе. На вид это был вполне нормальный кусочек, поэтому Шокомару просто пожал плечами, но спорить не стал. Дай сюда. Инна выхватила нож и начала измельчать баклажан так быстро, что у него зарябило в глазах. Вскоре на доске высилась горка одинаковой соломки. Теперь соль, сказала она, посолила, перемешала и отложила в миску, попутно поясняя, баклажаны надо солить перед готовкой, чтобы ушла горечь. Держи, попробуй порезать перец. Не так. Ты сейчас палец себе так отрежешь. Давай покажу. Шокомару давно понял, чего именно требует Инна, но смотреть, как она готовит оказалось гораздо интересней, чем готовить самому. На его кухне, в его фартуке, она смотрелась так органично, что не хотелось влизать и портить эту гармонию. А теперь обжариваем, торжественно сказала Инна и бросила овощи в разогретый вук. Масло зашипело, вверх поднялось ароматное облако пара, Инна активно заработала лопаткой, постоянно перемешивая и попутно добавляя приправы. Видишь, ничего сложного. Она выложила все на тарелку и подвинула ее Шокомару. Из меня выйдет отличный повар, улыбнулся он. Инна с подозрением прищурилась, пока он самым непринужденным видом подцеплял палочками перец. «Очень вкусно! Это я приготовила, только что дошло до Инна. Ты с самого начала не хотел учиться!» «Почему? Просто не стал тебе мешать заниматься любимым делом», — спокойно ответил Шокомару, садясь за стол и начиная есть. «Приготовь себе сам!» Инна попыталась придвинуть к себе тарелку, но Шокомару крепко в нее вцепился. «Нет! Это мое! Чего тебе стоит приготовить еще одну порцию? Я приготовила тебе, а ты приготовь мне! Посмотрим, отложилось ли хоть что-то в твоей гениальной голове!» Несколько мгновений они мерялись упрямыми взглядами, держась за тарелку. Наконец Шокомару вздохнул и отпустил справедливо. Еще несколько минут Инна молча наблюдала, как ловко он режет овощи, ни разу не ошибившись, добавляет нужные специи. «Держи!» Тарелка опустилась на стол, а Шокомару скрестил руки на груди, ожидая ее вердикта. «Ладно, признала Инна, ты быстро учишься! Видишь! Мне достаточно просто смотреть, как ты готовишь, потом справляюсь сам! Но у меня получилось вкуснее! Нет! Спорим? На что? Если выиграешь, то я буду готовить всю неделю! А если я? Ты сбреешь свою бороду!» Шокомару невольно вцепился в нее, словно Инна уже занесла ножницы. Нервно сглотнул, чтобы ему не говорили, борода была ему дорога. Столько времени ее отращивал. Столько лет с ней ходил. «Что? Струсил?» Инна презрительно хмыкнула. «Спорим!» Решился Шокомару. Подцепив несколько кусочков со своей тарелки, он протянул их Инна, она сделала то же самое. Одновременно подхватив губами овощи, они застыли, услышав смущенное кашление. По-прежнему, держа палочки друг друга во рту, они повернули головы и увидели застывших в проходе детей. Представив, как это выглядит со стороны, Шокомару с трудом подавило желание воскликнуть. «Это не то, что вы думаете!» Вместо этого он отпустил палочки Инна и начал жевать. Она тоже. Прожевав, все еще в полной тишине, Шокомару взял овощи из своей тарелки. Прожевал, проглотил и пересекся взглядом с насмешливым Инна. И вдруг, к еще большему удивлению Шокада Инна Джина, застонал и ударился в бомостол. «Если дело касается готовки, я всегда лучшая!» Инна победно вскинула кулак. Потом утешающе потрепала Шокомару за затылок. «Ну-ну, Шокомару! Учись проигрывать достойно!» «Загадай что-нибудь другое, не поднимая головы!» Пробормотал Шокомару. «Нет!» Проиграл плоти. Шокомару издал то ли всхлип, то ли стон, выпрямился и угрюмо посмотрел на нее. «Ты с самого начала знала, что выиграешь!» «Естественно!» «Только ты мог быть настолько самонадеян, что решил обыграть меня на собственном поле!» «А что ты проиграл?» Поинтересовался Шокодай, поняв, что они стали свидетелями не брачных игр родителей, а какого-то спора. «Увидишь, — пообещала Инна, хитро улыбнувшись и получив новый мрачный взгляд Шокомару, обещавший, что он непременно отомстит. Шокомару смотрел в свое отражение и задумчиво поглаживал подбородок. Без бороды было непривычно, он словно помолодел, хотя старым себя не считал. Но кто придумал, что борода придает облику мудрости? Сейчас-то он точно знает, что главные мозги, а десять лет назад хотелось выглядеть старше на фоне остальных членов Совета Хакаги. «И может, Инна была права, заставив ее сбрить. Не всегда перемены к худшему. Ого!» И вытаращил глаза Шокодай, когда Шокомару вышел из ванны. «Пап, ты сам на себя не похож. А по-моему, наконец похож на себя». Инна забралась ногами на диван, натянулась ветер на колени, и теперь из-под него торчали только ступни в голубых носках. «А до этого порой казалось, что я смотрю на Шококу-сана. Правда, пораженно прошептал Шокодай. Я видел его фотографии. Почему раньше не задумывался?» «Вам очень идет, Шокомару-сан», — сказал Инна-джин, пристально его разглядывая. «Ну да, не такой уж он и старый, как казался раньше. Скоро нам с Шоджи придется тебя отбивать от желающих стать госпожой Нара», — фыркнула Инна. Шокомару закатил глаза. «Не придется. Ладно тебе, не скромничай. Сам же знаешь, что красивый. Кто? Я». Шокомару присел на диван и повернулся к ней. Дети затаили дыхание, делая вид, что смотрит фильм. «Красивая у нас в команде ты, а я умный. Ты считаешь меня красивой?» «Всегда считал», — пожал плечами Шокомару. «Глупо это отрицать. А сейчас стало еще красивее». Инна задрала голову, внимательно рассматривая потолок. А задача напротянула, «Не понимаю, почему крыша не падает, ты же только что сделала мне комплимент». «Это не комплимент», — смутился Шокомару, наоборот, опуская глаза в пол. «Правда же красивая, что отрицать». Взгляд невольно остановился на ее ногах, в этот момент Инна пошевелила пальцами, и Шокомару, застегнутый врасплох, тут же поднял голову. Инна смотрела на него в упор. Смотрела и молчала, видимо, ожидая, что он что-то добавит, но слов не было вообще. Никаких. Пустота в голове и гулки стук сердца. «Я все-таки мужчина и не могу этого не замечать», — наконец ответил Шокомару. «Как замечают все в Канохе, поверь. Надо же, а я всегда думала, что ты считаешь меня бесполым членом команды». Инна иронично улыбнулась, но он успел рассмотреть за иронией другую эмоцию, подозрительно похожую на радость. «Поначалу я считал тебя раздражающей проблемой, а потом надежным другом. А теперь, значит, красивой женщиной». «Обязательно придираться к словам?» Чувствуя, что краснеет, Шокомару резко поднялся и отправился на Ингаву, на ходу доставая сигареты. Посмеиваясь, Инна отвернулась, но вскоре вытянула ноги, потянулась и пошла за ним. «Ничего себе!» — громко прошептала Наджин. «Ага, только и смог вымолвить Шокодай». Едва Инна вышла, как ваша Комару тут же посмотрел на ее голые ноги длинный свитер, прикрывал короткие шорты. «Холодно! Иди в дом!» «Не замерзну», — беспечно махнула она рукой. Встала рядом, посмотрела на сад, в котором начали загораться фонари, скрытые в листве. Покосилась на Шокомару. «Прости, что заставила побриться, но тебе, правда, лучше без бороды». Он затянулся, выдохнул и посмотрел на нее. «Я не злюсь! Вот и хорошо!» Инна прижалась виском к его плечу. Сырой, терпкий запах листва плыл по воздуху, сигаретный дым растворялся в темноте, тихо шелестел дождь. Подняв руку, Шокомару коснулся кончика носа Инна тыльной стороной ладони и вздохнул. «Ты все-таки замерзла! Прогонишь в дом?» С непонятной грустью спросила Инна. «Иди сюда!» — вздохнул Шокомару, прижимая ее спину к своей груди и кладя подбородок на макушку. Инна довольно улыбнулась и положила свои руки поверх его, лежащих на ее животе. Они еще долго смотрели на дождь, не говоря ни слова, просто наслаждаясь моментом. Дальние комнаты починили, и Инна Джин тут же съехал от Шокодая. Оба радовались, во-первых, тому, что вновь появилось личное пространство, во-вторых, что родители не заговорили о переезде на в комнату в другом крыле. Они словно вообще не обратили внимания на эту возможность. Инна спала в спальне Шокомару, а тот вполне комфортно расположился в соседней. «Что там у вас с ремонтом?» — спросила Шокодай, доставая вчерашние анегири из холодильника. Трубы поменяли, сейчас занимаются полом. Инна Джин зевнул и почесал бок. «Еще недели на две я договорился с одним из рабочих. Мало. Шокодая поджал губы. С одной стороны, все идет по плану, да и не должны они всю работу сделать за родителей. С другой кто знает, захотят ли они продолжать тесное общение, когда разъедутся. Надо ускорить события. Куда их уже ускорять?» Инна Джин плюхнулся на стол и потянулся к чайнику. «Может, запереть их на сутки в одной комнате?» «Кого?» — скептично спросил Инна Джин. «Они любую комнату за несколько минут разнесут и выберутся. А чтобы всерьез запереть, нужны ловушки, которые будет сложно обойти. Ни ты, ни я таких не знаем. Попросить кого-нибудь?» «Кого? Нужен кто-то рангом не меньше Джанина и со способностями выше Шикомару Сана. Ты много таких знаешь?» «Таких, которые нам помогут, они обсмеют и расскажут все родителям. Тут ты прав», — вздохнул Шокодай. «Ладно, запереть не получится. Слушай, может, устроить им свидание? Позвать куда-нибудь, как будто мы сами хотим с ними посидеть, они придут и там, кроме них, никого. А потом развернутся и уйдут», — закончил за него Инна Джин. «Раз такой умный, предложи что-то сам». Инна Джин вздохнул, у него вообще своих идей не было. Он покатал по столу чашку и вдруг оглянулся, «Слушай, а вообще где они? Сегодня вроде выходной, должны быть дома». «Ушли», — махнул рукой Шокодай. «Вроде на тренировку. Тогда почему мы до сих пор здесь? Вдруг у них уже все наладилось, а мы тут голову ломаем, что делать? Там мокро», — поморщился Шокодай, неохотно поднимаясь. «Ради нашего будущего можешь потерпеть». Дождь закончился ночью, утреннее солнце еще не жарило, и можно было нормально дышать. Иные Шокомару пришли на пятый полигон, всеми уже с час разминались, признавая, что действительно слишком застоялись и для приличного разогрева нужно больше времени. Потом начали с легкого спарринга, постепенно усиливая напор. «Сегодня будет 2-1 в мою пользу», — задорно крикнула Ина с другой стороны полигона. «Не надейся, поддаваться не стану. Как будто вчера ты поддавался». Она медленно приближалась, обходя его по кругу. «Нет», — признал Шокомару. «Это была чистая победа». Подпустив ее ближе, он атаковал первым, заставляя отступать. Тайдюцу в их команде было слабым местом, слабым по сравнению с той же седьмой или восьмой командой. За физическую силу в основном отвечал Ча-Джи, и Шокомару Сэна приходилось подолгу потеть на тренировках под строгим взглядом Асумы, чтобы не отставать. Сэнси всегда говорил, что им не хватает страсти, непонятно, что именно под этим подразумевая. Сейчас, глядя на Ина, Шокомару думал, что страсть с лихвой можно заменить азартом и желанием победить. Пожалуй, даже в детстве у него не было такого желания дрожать на дне вверх. В ее глазах он прочитал то же самое и подарил ответную, полную предвкушение улыбку. Подскочив, Ина нацелилась ногой в его голову, Шокомару отпрянул, перехватил лодыжку, потянул на себя, но она перекрутилась, вырвалась, отпрыгнула в сторону и моментально увернулась от его кулака, летящего в скулу. Новый удар, в живот, почти настиг цели, Ина вовремя подставила предплечье, отбила и атаковала, цели серебром ладони в шею. Шокомару отбил удар, едва увернулся от второго и вцепился в колено, замерзший перед пахом. «Это нечестные приемы», — заметил он. «Мы же сражаемся по-настоящему», — невозмутимо ответила Ина, выдергивая ногу. «Так, значит, протянул Шокомару, доставая куная». «Именно». Ина сверкнула улыбкой и потянулась к подсумку. Спарринг затягивался. Ляск металла о металл, стремительные атаки, мелькающие в воздухе руки и ноги Шокодай и Инаджин восхищенно смотрели, притаившись на краю полигона. До такого мастерства им еще расти и расти. Вдруг Шокодай ухнул, Инна наконец попала ногой по животу, и Шокомару отлетел, падая на землю. Тот же оттолкнулся ногами от земли, поднялся, дернул головой в ответную извиняющую улыбку и крутанул куная, перехватывая удобнее. Движения слились в размытое пятно, сверкнулись крыс, толкнулась таль. Короткий вскрик, Инна выгнула шею, Шокомару вцепился в ее хвост и потянул вниз. Кончик куная уткнулся между ключиц. Попалась. Или нет? Он опустил глаза, в живот упирался ее куной. Нича. Разве? Шокомару отпустил ее волосы, перехватил запястье с кунаем, стремительно перетек ей за спину и заломил руку, не отнимая стрию от шеи. Инна тихо выругалась и разжала пальцы Шокомару, надавил на запястье и рука до локтя и моментально отнялась. Вот теперь точно попалась. Тяжело дыша, она повернула голову и посмотрела на него. Подозревая какую-то хитрость, Шокомару сильнее заломил руку и крепче прижал ее к себе. Бесполезно. Я даже не думала, возмутилась Инна, с сожалением роняя Синбон, который вытащила из бинта, перетягивавшего запястье. Хмыкнув, Шокомару убрал куны от шеи. Инна выдохнула, и взгляд спустился от глаз к губам. Ее глаза потемнели, пульс ускорился. Он бил прямо в его ладонь, по-прежнему сжимавшую руку. Подсечка, Инна упала на живот, рука за спиной и задралась выше, почти выскакивая из сустава. По-настоящему, наполнил Шокомару, упираясь коленом в спину. Сдаюсь, придушина простонала Инна. Он моментально отпустил, она перевернулась на спину и схватила протянутую руку. Чего ты хочешь? Дети навострили уши, но ничего не услышали. Склонившись, Шокомару что-то прошептал, Инна вспыхнула, оттолкнув его, «Я не буду это делать». Проиграла плоти. «Это, это. Скажи спасибо, что я не прошу тебя постричься. Может, я лучше готовить буду? Нет». Шокомару скрестил руки на груди. «Я жду. Ненавижу тебя», — скрипнула зубами Инна. Набрала полную грудь воздуха и громко закричала, «Шокомару Нара, ты самый лучший мастер Тайдюцу в десятой команде». «Шокомару Нара, ты гений». Еще не все, посмеиваясь, напомнил Шокомару, засунул руки в карманы и пошел прочь. «Не слышу». Крикнул, не оборачиваясь. «Шокомару Нара, ты бог». Инна налетела со спины, когда он успел отойти на несколько шагов. Развернулся, пропустил вперед, перехватил за талию и вдруг забросил на плечо, прижав колени к груди. Инна зарядила кулаком по спине, Шокомару охнул, но не выпустил. Полегче, он перехватил ее поудобнее. «Я вообще-то тебе крышу над головой даю». «Хорошо», — пропыхтела Инна, «но потом берегись». Мрачно добавила, «возможно, я тебя убью». «Эй!» Шокомару возмущенно посмотрел на нее. «А как же будущая госпожа Нара? Тебе ее не жалко? Ты же сказал, что не собираешься снова жениться». «Может, я передумал». «Серьезно?» «Кто знает?» «Отпусти меня». Я пошутил. «Отпусти, я сама дойду». Шокомару покорно пустил ее на землю, встревоженно посмотрел, сведя брови к переносице. «Ты чего?» Спросил тихо. «Ничего», — втон ответила она, тряхнула хвостом и пошла дальше и одна. Шокомару задрал голову к небу, вымученно простонал и бросился догонять. «Я уже ничего не понимаю», — сказала Наджин, спускаясь с дерева. «Я, кажется, тоже», — согласился Шокодай, глядя как отец пытался что-то доказать и на сан, а она отмахивается. «Как дети?» «Нет, с детьми хотя бы понятно, а от них вообще неизвестно, что ждать». После тренировки мышцы приятно гудели, соскучились по нагрузкам. Обогнув дом, Шокомару побродил по саду, пытаясь отыскать подходящее дерево. Наконец остановился у старого клёна, чьи нижние ветки были достаточно крепкие и высокие, подпрыгнул, подтянулся и повис вниз головой. Никаких мыслей, правильных или неправильных. Только чёткий ритм, равномерные выдохи и вдохи. Майка выбилась из штанов и собралась под мышками, постоянно падая на лицо. Раздражённый стянув, Шокомару бросил её в траву и продолжил делать подходы. Подкатился градом, затем необходимая сосредоточенность затмила беспокойство. Застыть перед коленями, медленно опуститься, зажмуриться от солнца, бьющего в глаз. Шокомару начал подниматься обратно, открыл глаза и чуть не столкнулся нос к носу сына. «Я думала, ты ушёл». «Как видишь, нет». «Так и будешь здесь стоять?» «Прости». Она отошла, он продолжил, хотя прежнее спокойствие испарилось. Шокомару обеспокоила внезапная реакция на её присутствие, стало тепло без причины. И сосредоточиться никак не получается. Пару раз подтянувшись, он коротко выдохнул и спрыгнул. «Вторая тренировка за один выходной, ты точно Шокомару?» И на доливерности ткнула его пальцем в грудь, но палец соскользнул по влажной коже вниз, оставив быстро рассеивающуюся бледно-розовую полоску. Шокомару невольно покрылся мурашками под пристальным взглядом, захотелось как можно скорее одеться, чтобы не смотрел так. «Ты в хорошей форме», — нервно хмыкнула Ина. «Спасибо, что постоянно об этом напоминаешь». Шокомару спрятал возникшую неловкость под сарказмом. Получилось не очень, разговор не завязывался, неловкость только росла. «Ты что-то хотела?» Наконец вспомнил он, цепляясь за соломинку, которая тут же с треском сломалась под ее тихим «нет». Тогда зачем пришла прозвучила бы слишком грубо. Но был же какой-то повод. «Вспомнила», — просияла Ина, словно тоже тщетно искала хоть какую-нибудь причину. «Сегодня я задержусь в магазине, так что можете снова есть свой рамен». «Спасибо за разрешение», — протянул Шокомару и нагнулся, чтобы поднять майку. Когда надел, стало проще, хотя сколько раз Ина видела его голый торс не сосчитать. Понять бы, почему сейчас так уставилась. И почему ему это вроде как даже понравилось? Она на самом деле вернулась поздно, и Наджим и Шокодай уже изевали, собираясь спать. Сбросив сандалия, пошатываясь, Ина прошла в гостиную, рухнула на диван и откинула голову на спинку. «Как я люблю свою работу», — простонала она, не открывая глаза. Шокомару оторвался от книги, скользнул взглядом по ее шее. «Большой заказ. Сегодня была поставка, надо было принять, перебрать и расставить. У меня в глазах рябит». Ина накрыла лицо ладонью и глухо застонала. Тяжело вздохнув, Шокомару отложил книгу, поднялся, обошел диван и надавил на ее затылок, заставляя наклонить голову. «Моя очередь делать массаж», — проворчал он, убирая ее волосы на плечо. «Ты разве умеешь?» Неразборчиво пробормотала Ина и застонала, когда Шокомару надавил на точки по бокам позвонков. «Беру свои слова обратно». «Ками, Шокомару, ты действительно бог». Шокомару довольно фыркнул, выводя круги на ее шеи и поднимаясь к линии роста волос. «Просто я знаю, что делать, чтобы расслабить после тяжелого рабочего дня. У тебя волшебные пальцы. Я знаю. Смотри, я могу это запомнить и при случае воспользоваться снова». Сотня остроумных ответов повисло на языке, когда Шокомару понял, что, во-первых, рядом дети, во-вторых, перед ним Ина. «Готова», — тихо сказал он через несколько минут, но Ина никак не отреагировала. Уткнувшись подбородком в грудную клетку, она крепко спала. «Отлично», — вздохнул Шокомару. «И что мне с тобой делать?» «Может, отнести ее в кровать?» Предположил Шокодай. «Да, нельзя ее здесь оставлять», — вставил Энаджин. Вздохнув, Шокомару просунул руку под ее колени, подхватил за талию и выпрямился. Ина заворочилась, обвела его шею и положила голову на плечо. Привычно сколько так носил после миссий. И непривычно по какой причине, Шокомару разобрать не мог. Даже стало жаль, что спальне так близко. Уложив ее на кровать, он убрал волосы, упавшие на лицо, и накрыл одеялом. Одинокая прядь, которую он пропустил, лежала поперек щеки, пальцы сами потянулись к ней. Не дыша, Шокомару заправил ее за ухо, коснувшись кожи. Горячая волна башгла внутренности. Смущение, будто сделал что-то непристойное, опалило уши и шеи. Шокомару бесшумно выскользнул из спальни и прикрыл фос ума. Не останавливаясь, прошел в сад, закурил, надеясь справиться с внезапным волнением. Но волнение не прошло, пилась в грудь острой иголой, кажется, поселилась там надолго. Аромат лимона плыл по дому, напоминая о ярком солнечном дне, хотя за окном поливал дождь. Шокомару лежал на диване, закинув руки за голову, и прислушивался к равномерным звукам, и намыло полы. Он сразу сказал есть швабра, и за невинные замечания получил гневный взгляд и короткое «не нравится мой сам». Спорить с женщиной, которую укусила муха чистоты, Шокомару не собирался, поэтому спокойно вернулся на диван и старался не попасться на глаза. И почему он раньше не любил гостиную? Здесь можно уютно развалиться во всю длину, а когда все дома, легко и удобно разместиться на диване. Например, вчера они вчетвером смотрели фильм, и Инна сидела так близко, что у него зудела кожа от ее тепла, никакого пледа не надо. Громкий плюх. Отвлек от размышлений. Приподнявшись над спинкой, Шокомару увидел Инна. Стоя на коленях, она намывала пол в гостиной, так крепко задумался, что не услышал. Бесформенные штаны, в которых Инна ходила последние несколько дней, натягивались на бедрах каждый раз, когда она наклонялась. Вот снова выпрямилась, смахнула тыльной стороной ладони волосы с лица, пополоскала тряпку в ведре, выжила и снова наклонилась. Увидела какую-то грязь впереди и вдруг растянулась, выгибая спину и яростно елозе по невидимому пятну. У Шокомару пересохло в горле. Скуанив голову на бок, он завороженно наблюдал, как она грациозно выпрямляется и продолжает водить тряпкой. Кровь прихлынула к щекам, Шокомару поспешно лег обратно, сложил руки на груди. Неудобно. Снова положил их под голову. Кожа все еще полыхала, сердце стучало так громко, что было слышно только этот непрекращающийся гул и шум в ушах. От стыда хотелось вжаться в диван и исчезнуть. Он что, подумал, что Инна, шикарная задница. Где-то на подсознании хихикнул Наруто, Акиба одобрительно поднял вверх большой палец. Дожили. Надо все-таки пригласить на свидание ту девушку из отдела дознания. Вспомнили бы, как ее зовут. Шокомару, помоги. Инна перегнулась через спинку и нависла над ним. Хвост упал на его лицо. Шокомару невольно вдохнул едва заметный цветочный аромат и лишь тогда смахнул волосы в сторону. Я не планировал сегодня мыть полы. Воды принеси, лентяй. Весело фыркнула Инна и щелкнула его по носу. Тяжело вздохнув, он поднялся и пошел с ведром в ванную. Там долго бездумно смотрел, как переливается вода, пытаясь упорядочить разбегающиеся мысли. Но те скакали в голове, перепрыгивая от моющей пола Инны Кына улыбающейся Дэйна, которая слишком уютно смотрится в растянутом светере и пушистых голубых носках. Так и знала, ты решил спрятаться. Она пихнула его плечом, дернула ручку полного ведра, расплескав часть воды на пол. Шикомару схватился с другой стороны, поднимая его вверх. Я просто задумался, сейчас принесу. Знаю я, как ты задумываешься. Выпал жизни на несколько минут, а я там жду. Я отнесу, отпусти. Спасибо, с такими помощниками никакой помощи не надо. Перехватив ручку второй рукой, Шикомару потянул ведро на себя и, ворча про нетерпеливых женщин, понес его в гостиную. С тобой никакого терпения не хватит, ворчала Инна, идя следом. Пока дождешься, успеешь посидеть. Тебе обязательно все усложнять, я же несу воду. Шикомару резко развернулся, вода плюхнулась на пол Инна, не успев затормозить, поехала по луже, размахивая руками. Ведро загрохотало, разливая остатки воды, Шикомару выставил руки, ловя Инна. Она подула на челку, упавшую на глаза, но ничего не сказал. Не пошевелилась даже, застыв кольца его рук. У тебя отличная реакция, прошептала наконец, перебегая взглядом от его глаз к губам. Я знаю, шепнул он, повторяя ее маневр. Надо убрать воду, по-прежнему шепотом сказал Инна. Надо, кивнул Шикомару и снова посмотрел в глаза. Это отрезвило. Кошлянув, он выпрямился, отпустил ее, потер затылок и с нурочитым сожалению вздохнул, придется помочь. Придется? Слишком громко возмутилась Инна. Я уже почти все помыла, а теперь перемывать. Это чистая вода, заметил Шикомару, упорно рассматривая пол. Какая разница, неопределенно ответила Инна, пересекла гостиную и распахнулась отзе, запуская холодный воздух. Мозги постепенно прояснились. Вооружившись тряпкой, Шикомар выгонял воду на Ингаву, пока Инна все-таки нашла швабру и орудовала ее рядом. Оба молчали, делая вид, что слишком сильно сосредоточены на уборке. А потом так же молча смотрели на подсыхающий пол, пытаясь отыскать хоть одно пятнышко, но их, как назло, не осталось. Ого! А что здесь так мокро? Шикадай и Инаджин опасливо остановились на пороге. Мы мыли полы, с беззаботной улыбкой сказал Инна. Ну, протянул Шикомару, потирая шею, я пойду. Меня Наруто давно ждет. Да. Я тоже пойду. Там три букеты заказали, надо собрать. Или их было пять. А может, четыре? Не помню. Продолжая озадаченно бормотать, Инна ушла в спальню, а Шикомару вышла на Ингаву и закрыл за собой сёдзи. У них разве не выходной сегодня? Озадаченно спросил Шикадай. Вроде выходной, сказал Инаджин и принюхался. Мама точно мыла полы, чувствуешь, лимоном пахнет? Не сомневаюсь, что и на санах мыла, протянул Шикадай. Только отец никогда не брал в руки швабру. У нас даже уборщица приходит специально, чтобы всё мыть. Думаешь, обманывают? Думаю, мы что-то пропустили. Всё окончательно перепуталось, а это всегда дико бесило. Никакой возможности разложить по полочкам, и вычленить главные и просчитать следующий ход на несколько шагов вперёд. Рядом с сыном всегда было слишком много непредсказуемых неизвестных, сейчас же Шикомару и вовсе казалось, что ему задали уравнение, в котором совсем нет исходных данных. Хаос в чистом виде. Она скоро вернётся к себе и жизнь станет прежней. Спокойной, размеренной, упорядоченной. Да, именно об этом и надо думать, а не о том, что в этом хаосе есть своя неосязаемая прелесть. Шикомар уговаривал себя всю дорогу до Идзакая, и, когда сел за стол, был совершенно спокоен. Почти спокоен, только сердце до сих пор стучало быстрее, чем это необходимо. Привет! Чо-Джи опустился над за бутон, когда Шикомару только открыл вторую бутылку пива. Подняв глаза, он кивнул и посмотрел на официанта. Чего один? А я с кем я должен быть? Ну, Чо-Джи слегка покраснел, может, сына. И он туда же. Мысли, с таким трудом собранные и выстроенные идеальными рядами, с готовностью разбежались в стороны. Шикомару коризненно посмотрел на ни в чём не повинного друга и сделал глоток. Лучше просто не отвечать. Она ведь ещё живёт у тебя? Не унимался Чо-Джи, подтаскивая к себе тарелку с мясом и начиная раскладывать его на жаровне. Живёт, ответил Шикомару, наблюдая, как тонкие полоски съёживаются от жара и покрываются каплями жира. Скоро вернётся к себе. Правда? А я думал. Что? Шикомару вскинул голову и пристально посмотрел прямо в глаза. Что ты думал? Что мы скоро поженимся? Серьёзно? Только из-за того, что три недели прожили в одном доме? Правда, Чо-Джи, это не смешно. Ты чего так разозлился? Это простое предположение. Кстати, не лишённой логики, которую ты так любишь. Шикомару поднял глаза к потолку и медленно сосчитал до десяти. Почему все вокруг уверены, что они должны быть вместе, непонятно. По-твоему, это очень логично, жениться после стольких лет дружбы. Ну, раз вы не сделали это с самого начала, добродушно усмехнулся Чо-Джи, подцепив кусочек мяса. Если бы захотели, сделали бы, процедил Шикомару. Да, пив пиво, он заказал ещё одно и, пока несут, под пер щёку ладонью. Я вообще не знаю, хочу ли снова жениться. Даже Нуина. А она что, особенная? Разве нет? Чо-Джи удивился так искренне, что Шикомару невольно задумался, нет? Или всё-таки да, особенная? Неповторимая? Единственная такая? Яркая, шумная и одновременно уютная, изученная до мелочей. И в то же время непостижимая, непредсказуемая, всё время разная. Новая. Мы друзья, неуверенно сказал он и сам мысленно скривился, слишком жалко прозвучало. Даже Чо-Джи посмотрел с жалостью, как на человека, до которого никак не может дойти что-то элементарное. Вы давно уже больше, чем друзья, это всем заметно, кроме вас двоих. Ерунда. Люди любят выдумывать то, чего нет. Или в упор не видеть то, что есть. Ты действительно Чо-Джи? Или это Наруто Подхинги? А ты правда Шикомару? Шикомару Нара давно бы обо всём догадался. Нечем тут догадываться. Друзья могут видеть что угодно, но им-то сына прекрасно известно, что они почти семья, как брат и сестра. Сводные. Или в очень дефис очень дальнем родстве. Таком дальнем, что уже не считается. Даже если бы я захотел, смиряясь и краснее, проговорил Шикомару в горлышко бутылки, пригласить её на свидание, не думая, что она бы согласилась. Как ты узнаёшь, если не попробуешь? Не хочу портить отношения, если она откажется. Как потом общаться? Лучше подумай, что будет, если она согласится. Новая тарелка с мясом опустилась на стол, и пока Чаджи стремительно с ней расправлялся, Шикомару представлял, что если... Что, если согласится, тогда они будут встречаться. Он вдруг ярко представил её губы, и в животе что-то шевельнулось. Трепетная, нежная, полузабытая. Она так смотрела сегодня, что он забыл обо всём, кроме желания поцеловать. Даже не думал, что это Инна, не думал обо всех, но и нельзя, потому что... Простое желание, естественно, и поцеловать эту женщину, а потом будь что будет. Залпом допив пива, Шикомару положил деньги на стол и встал. Ты куда? Удивился Чаджи. Надо срочно поговорить с Инна, хмыкнул Шикомару. Спасибо за совет. Обращайте, он поднял руку, собираясь сделать новый заказ. Просто пригласить на свидание, или сразу сказать, что она стала значить для него гораздо больше, чем друг. А может, для начала подарить цветы, вдруг сама всё поймёт. Если ничего не захочет, сразу даст понять. Да, цветы лучший вариант, надо начать с них. Только не покупать их в её магазине. Шикомару остановился на перекрёстке и задумался, где тогда их взять? Вспомнил, что на заднем дворе Академии когда-то была клумба с хризантемами. Занятия уже закончились, если повезёт, никто не увидит. А если не повезёт, не поверят, что советник седьмого Хакаги разоряет клумбу. Повезло. Запихнув под жилет букет при напахнущих розовых хризантем, Шикомару довольно улыбнулся и наугад посмотрел на небо. Четыре пушистых облака плыли по нему одно за другим. Заходящее солнце окрашивало их во все оттенки розового. Лёгкое разочарование от того, что Инна ещё не вернулась, не испортило настрой. Пока Шикада и Иннаджин играли в карты в гостиной, Шикомару неторопливо расхаживал по саду, больше не пытаясь заставить себя не думать о ней. Представлял, как будет держать за руку, и как она улыбнётся ему и позволит себя поцеловать. Для начала. Хотя это и так слишком много, лучше не спешить. Позвать куда-нибудь погулять. Куда они ходили гулять с Тимари? Ками, как давно он был на свиданиях. Холодок в груди немного остудил пыл, но передано не стыдно показаться нелепым или смешным. Пусть только согласится, а там... Они найдут, куда пойти и чем заняться. Шикомару, ты здесь? Белый гравий зашуршал под её шагами. Обогнув пруд, Инна приподняла низкие сливовые ветки и подошла к нему. Ты чего здесь прячешься? Тебя жду. Столько думал, а при одном взгляде на неё всё забыл. Потянулся было к букету, но Инна вдруг отвернулась, посмотрела куда-то поверх его плеча и вздохнула. Я была дома, и там, кажется, там уже всё готово. Правда? Да, я думаю, она замолчала, а когда продолжила, показалось, что каждое слово звучит через силу, думая, что завтра мы можем вернуться домой. Жаль, вырвалась невольно. Точнее, жаль, что пришлось ждать так долго. Жаль, эхом повторила Инна и, наконец, посмотрела на него. Спасибо, что приютил. Обращайся. Шикомару достал примятый букет и криво улыбнулся, поздравляю с возвращением домой. Инна долго смотрела на букет. Потом подняла глаза на Шикомару, кивнула и прошептала, спасибо. Качнулись ветки, снова зашуршал гравий, Инна вернулась в дом. Глубоко засунув руки в карманы, Шикомару качнулся с пятки на носок и подумал, вот тебе и ответ. За столом было непривычно тихо. Шикомару и Инна молча еле, уткнувшись в тарелки, удрученные Шикадай и Инна Джин вяло шевелили палочками, попеременно вздыхая. Не верилось, что все закончится именно так. Не верилось, что все было бесполезно. Хотя, глядя на удрученные лица отца Инна Сан, Шикадай думал, что еще не все потеряно. Может, это даже к лучшему сейчас им просто надо понять, что жить друг без друга плохо. Чоу-Чоу тоже была с ним согласна. Она сразу сказала, что это просто отлично, временная разлука только обостряет чувства. Но когда утром отец просто проводил Инна Сан и Инна Джинна до двери и с кривой улыбкой пожелал их трубам больше не ломаться, червячок сомнений приподнял голову. Однако дальше стало еще хуже, через несколько дней отец пригласил на свидание какую-то женщину из резиденции Хакаги. Шикадай запаниковал. Шикамару не мог вспомнить, когда в последний раз у него было такое отвратительное настроение. Причиной стало возвращение Инна домой, но сколько Шикамару не бился над тем, почему это так сильно его огорчило, сколько не приводил сам себе аргументов о том, что она никуда не делась, просто вернулась к себе, легче не становилась. С ее уходом дом потускнел, находиться в нем стало невыносимо. Хуже даже, чем ему было, когда ушла Тимари. Шикамару скучал. Он смирился с тем фактом, что ему банально не хватает ее рядом. Не хватает звонкого голоса и легких перебранок по вечерам. Не хватает ее вмешательства в его домашние дела и беззлобного ворчания. Не хватает солнечной улыбки и того, как смотрит, и подначивая. Он понял, что отчаянно тоскует, когда в груди поселилась не пристранная боль, не фантомная, самая настоящая. Будто кто-то схватил за душу и тянет ее на себя, не давая передышки. Чтобы хоть как-то ослабить эту тяжесть, Шикамару решил вышибить клин клином и пригласил ту девушку из отдела дознания на свидание. Касуми оказалась приятной и милой и к тому же явно была не против продолжить встречи максимальным сближением, потому что позвала зайти на чай, когда Шикамару проводил ее до дома. Но он отказался, сославшись на загруженное завтрашнее утро, а на попытку уточнить, когда они встретятся снова, уклончиво ответил, что сейчас, к сожалению, у него совершенно нет времени на романтические отношения. В глазах Касуми так ярко засверкал вопрос, а зачем ты меня вообще тогда позвал? Что Шикамару, неловко пожав плечами, просто попрощался и сбежал. Все-таки это слишком проблематично завязывать что-то с незнакомым человеком. Не зря он столько времени избегал любого общения с женщинами, если они не были на... И вот все снова вернулось к ней. Стоит только подумать, и сердце моментально сбивается с ритма, кровь приливает к щекам и даже руки подрагивают. Состояние было сравнимо с лихорадкой, только в желудке постоянно образовывалась пустота и что-то трепетало. Пару раз заметив Инна на улице, Шикамару сворачивал в другую сторону, просто потому что банально терялся, не зная, как завести разговор и не выдать себя с головой. И все-таки самому себе он признался, это влюбленность. Определенно она, когда мозги превращаются в кашу и хочется глупо улыбаться при встрече. За этим занятием бессмысленной глупой улыбкой Шикамару обнаружил себя спустя неделю, когда решил постирать собравшийся в машинке белье. Сидя на полу и вытаскивая его в таз, он наткнулся на носки Инна, потом на ее майку, потом на шорты, и в груди разлилось такое тепло, что никакого обогревателя не нужно. Стирать ее вещи с его, вместе мыть посуду, планировать выходные и просто сидеть по вечерам на диване и смотреть телевизор Шикамару понял, что хочет делать это сын на всю оставшуюся жизнь. Робко мазнул страх, вдруг ей это не надо? За ним пришла паника, если Инна не захочет ответить на его чувства, как он сможет дальше жить? Зная, что мог иметь это все, снова стать счастливым, но так и не обрести это счастье. За размышлениями о плюсах и минусах признание Шикамару провел последующие два дня, отвлекаясь только на работу. Почти не спал, тенью бродил по Ингаве, не обращая внимания на холод, заползавши под хори, и курил, не чувствуя вкуса сигарет. Признание неизбежно принесет проблемы, но будут они желанными или обернутся катастрофой не узнаешь, пока не проверишь. Поэтому собрав волю в кулак, а вещи на в пакет, утром в субботу он отправился к ее дому с твердым решением все рассказать. Решение это испарилось, стоило ей открыть дверь, но удивление, которым зажглись ее глаза, немного примирилось с собственным косноязычием. «Привет!» Инна пропустила его в дом и скрестила руки под грудью. «Проходил мимо, или что-то случилось?» «Вообще-то не случилось!» Шикамар разум себя протянул пакет. «Твои вещи. Постиранные. Спасибо, хмыкнула она. Спасибо, что постирал. Это сделала машинка. Губы дрожались от сдерживаемой улыбки. Ну чему тут улыбаться, в самом деле? Рука сама потянулась к полыхающей шее охладить хоть немного. Как вы тут? Как обычно. Чай будешь?» Больше Инна ничего не говорила, что само по себе было странно. Сосредоточенно заварила чай, стукнула кружками по столу, заливала кипяток так, что Шикамар на всякий случай отодвинулся, чтобы не обожгла. Поджав губы, Инна брякнула перед ним тарелку с печеньем и скупо бросила «Ешь!» «Спасибо», — осторожно ответил Шикамару, не спеша прикасаться к печенью. Инна была чем-то явно недовольна, и он судорожно пытался вспомнить, когда он успел ее обидеть. Как прошло свидание. Небрежно поинтересовалась она, кроша печенье на стол. «Какое?» Он искренне успел про него забыть. «А ты про Касуми?» «Касуми, значит, — протянула Инна, беря второе печенье и начиная его измельчать. Так что, как Касуми?» «Никак», — честно ответил Шикамару. «Нет, она нормальная. Вроде бы. Но не мое. Вот как? А мне показалось, вы очень мило смотритесь вместе. Ты нас видела?» «Случайно. Не думай, что следила. Зачем бы тебе надо было за мной следить?» «Поэтому и говорю, увидела случайно. И что с ней не так?» «Она красивая. И молодая. Ты тоже молодая», — заметил Шикамару, — резко краснее. «Я имею в виду, что дело не в возрасте. Просто мне с ней было скучно. Великого гения Нару очень сложно заинтересовать», — ехидно протянула Инна, заметив, наконец, кучу крошек на столе. Подхватив тряпку, она принялась энергично их смахивать, просыпая большую часть на пол. «Не сложно. Я же сказал, просто она не мой человек. Думаю, мало кто сможет приблизиться хоть немного к пьедесталу, на которую ты вознес, Тимари. Вот он, тот самый шанс, самое время сказать что-нибудь вроде «Ты для меня стоишь гораздо выше Тимари». Но от волнения язык прилип к небу, все нормальные слова выветрились из головы, осталось только «Причем тут Тимари? Потому что ты до сих пор ее любишь». Инна бросила тряпку в раковину, вытряхнула крошки в мусор и начала интенсивно намывать одинокую грязную крошку. «Нет», — сказал Шикомару, но от шума, который производила Инна, яростно плеща водой, она не расслышала. Пришлось встать, подойти ближе, опереться поясницей о мойку и отчетливо сказать почти на ухо «Нет, я больше ее не люблю». Инна резко перекрыла воду и стала тихо. Шикомару затаил дыхание и слишком громким оно показалось. Аккуратно поставив крошку, Инна подняла на него глаза и тихо спросила, «Почему ты так уверенно об этом говоришь? Потому что испытываю сильное чувство к другой. Очень мило с твоей стороны зайти ко мне и лично об этом рассказать». Инна отвела глаза. «Надеюсь, позовешь на свадьбу. Обязательно позову. Все настолько серьезно». Она снова посмотрела на него, вздохнула, заметив широкую улыбку. Попыталась обойти, но Шикомару поймал за локоть, вынуждаясь снова посмотреть. «Я очень надеюсь, что для нее это будет так же серьезно», – прошептал он, накрывая ладонью щеку и склоняясь к губам. Глаза Инна поначалу распахнулись, но почти сразу закрылись, стоило их губам соприкоснуться. Шикомару целовал неспешно, пробуя на вкус, задыхаясь от восторга на каждое ответное движение ее губ. Сердце оглушительно стучало в груди и окончательно сошло с ума, когда Инна обвела его шею, а его ладонь опустилась на ее талию. Это происходило на самом деле, он целовал Ямана Кайна на ее кухне, и это было невероятно настолько, что кружилась голова. Настолько, что не хотелось отрываться ни на миг, перебирая ее губы своими, осторожно касаясь языком, дразняя и заставляя хотеть большего. Когда поцелуй наконец прервался и напряжалась щекой к груди Шикомару и довольно пробормотала, кто бы мог подумать, что ты так потрясающе целуешься. «Почему тебя это удивляет?» Прошептал Шикомару, перебирая ее длинный хвост. «Мне всегда казалось, что в постели ты немного ленив». Шикомару весело хмыкнул, но не стал ничего говорить. «Скоро узнаешь» прозвучало бы слишком пошло, даже если это правда. Уткнувшись носом в ее макушку, он втянул легкий цветочный аромат и от удовольствия прикрыл глаза. «Ты пробралась мне в голову, Яманука», — тихо проговорил он в ее волосы. «Признайся, что эта твоя техника совсем лишила меня рассудка. Это лучшее признание в любви, что мне доводилось слышать». «Правда, Шикомару, так признаться мог только ты». Инна отпрянула от него, подняла голову и солнечно улыбнулась. «Я не знаю, как у тебя получилось так завладеть моими мыслями, что думать не получается ни о чем другом, кроме тебя. Ты обо мне думала? И что именно думала? Расскажу, если расскажешь ты. Тогда я, пожалуй, пока воздержусь». Они снова целовались. Долго, жадно, смелее с каждым новым поцелуем. Словно не было между первой встречей и этим поцелуем долгих лет дружбы. Словно познакомились со всем недавно и одновременно потеряли голову. «Ма. Я дома». Шикомару отскочил от Инна раньше, чем Иннаджин успел договорить. Стремительно вытер губы ладонью и сел за стол, придвинув к себе остывший чай. Инна повторила за ним, села напротив и повернулась к зашедшему на кухню Иннаджину. «Здравствуйте, Шикомару-сан», — просиял Иннаджин. «Шикомару принес нашу одежду, оставшуюся в стирке», — пояснила Инна, и улыбка Иннаджина моментально померкла. После того, что Шокодай рассказал о поведении отца, мечта свести родителей стала казаться совершенно невыполнимой. Подхватив пару печеньей с тарелки, Иннаджин пробормотал, что попьет чай в своей комнате и ушел, понурив голову. «Что это он так расстроился?» — удивилась Инна. «Может, что-то успел увидеть?» — предположил Шикомару. «Нет. Не должен. Хотя я не представляю, как мы расскажем детям, что теперь...» «Кстати, она подперла щеку ладонью и хитро улыбнулась, — ты что-то говорил о свадьбе. Или мне показалось?» «Мне показалось», — и он вернул улыбку, отзеркалив ее позу. «Если ты захочешь выйти за меня замуж. Вот так, сразу!» — нагренно возмутилась Инна. «А как же предложение? И вообще, с чего ты взял, что мы настолько подойдем друг другу? Разве я не прав?» «Ты раздражающе самоуверен. Просто очень счастлив». Он потянулся к ней, накрыл ладонь и переплел пальцы. «Ты нет?» — «Да», — прошептала Инна, глядя на их руки. «А предложение», — продолжил Шакамару, поглаживая ее ладонь, — «обязательно будет позже». Он посерьезнел. «Для начала надо придумать, как рассказать обо всем детям. Надеюсь, они не будут слишком сильно от этого переживать. Им не обязательно начать называть нас папой и мамой. Но нам придется окончательно к вам переехать. Ну, пробный вариант совместного житья у нас уже был. Вроде бы все прошло отлично. Думаю, надо закрепить. И какую причину для переезда ты найдешь на этот раз? Эй! В прошлый раз все было по-настоящему. В своем неподдельном возмущении Инна выглядела так очаровательно, что Шакамару, воровато покосившись на выход из кухни, стремительно перегнулся через стол, положил ладонь на ее затылок и поцеловал. Инна моментально откликнулась, и некоторое время на кухне было тихо, только влажно размыкались губы и шумело сбитое дыхание. Тогда не затягиваясь переездом, прошептал Шакамару, когда они смогли оторваться друг от друга. Затягивать Инна и правда не стала. Тем же вечером они с Иннаджином стояли на пороге дома на рассумками. «У нас проблема с газом», — с порога заявила Инна, проходя в дом. Собида воняла, вызывала газовщика проблемы с оборудованием. «Ты же прийтишь нас на несколько дней, пока он разберется, что к чему. Мне кажется, ваш дом проще снести, чем чинить», — закатил глаза Шакамару, пряча улыбку. «Все-таки ты чудо», — с чувством сказала Инна и пошла по коридору, на ходу говоря, «Ты же помнишь, что я займу твою спальню?» «Это твоих рук дело?» — прошептал Шакадай. Иннаджин покачал головой, газом правда очень воняло. И мама расстроилась, что придется опять вас просить. Она даже на полном серьезе говорила, что можно пожить у Чаджи-сана, но я отговорил. «Ей настолько неприятно с нами жить?» — расстроился Шакадай. «Нет. Скорее, ей просто не хочется создавать неудобства для Шакамару-сана. Хорошо, если так. Значит, она о нем думает, что переживает. Посмотрим», — тяжело вздохнул Иннаджин. Ужин, собравший всех за одним столом, проходил в молчании. Но если Шакадай и Иннаджин угрюмо ковырялись в тарелках, то Шакамару и Инна постоянно переглядывались, старались не улыбаться. Пока Инна убирала со стола и раздавала задания по уборке Шакадай и Иннаджину, Шакамару лизнул в беседку счастье, что Инна рядом будет неполным, если она заставит мыть посуду. Но Инна быстро нашла его, впрочем, вытаскивать в дом не стала, просто села рядом. «Почему не играешь?» — она кивнула на забытые Шоги. «Не сегодня. Почему? Не могу сосредоточиться, когда ты рядом. Это значит, что теперь ты вообще больше не будешь играть? Ну нет. Скорее, это значит, что пока ты будешь так сильно меня волновать, придется сделать перерывы игре. Хочешь сказать, что со временем я перестану тебя волновать? Ты понимаешь, что я имею в виду, женщина», — низко проговорил Шакамару, притягивая ее к себе. «Я понимаю, что нам некуда торопиться, но это не значит, что не могу тебя хотеть. И как сильно ты меня хочешь?» — игриво спросила Инна, прихватив губами кожу на его шее. «Безумно», — выдохнул он, впиваясь в ее губы. Инна ответила с таким жаром, что Шакамару, не удержавшись, рухнул на пол, увлекая ее за собой. Доска с фигурами упала со столика, но никто этого не заметил. Зато услышали Шакадай и Наджин, которым только закончили мыть посуду и вышли на Ингаву, чтобы сказать это на. «Что там происходит?» — прищурился в темноту Шакадай. «Хотя кусты гортензии больше не скрывали беседку плотной стеной, они все равно доходили до половины этого было достаточно, чтобы увидеть высокий хвост отца, если он сидит за шоги. Надеюсь, они не дерутся», — с сомнением протянул Наджин. «Зачем им драться?» — удивился Шакадай. «Да, мало ли. Мы все в порядке». Спустившись в сад, дети торопливо пошли к беседке, и когда обогнули кусты, в удивление уставились на рассыпанные по полу фигуры, валяющиеся в стороне доску и совершенно растрепанных родителей. Шакамару в очередной раз пытался научить меня играть. И ты в очередной раз подтвердила свою полную неспособность к стратегии. Швыряться доской не значит, что ты выиграла. «В следующий раз я приложу тебя этой доской по голове, тогда посмотрим, кто выиграл. Я тебя больше не буду учить, женщина, не надейся». Под пораженные взгляды детей Шакамару и Инна вышли из беседки и направились к дому. «Может, еще не все потеряно?» — спросил Шакадай. «Не знаю. Мне кажется, они просто ведут себя рядом друг с другом, как обычно. Они же друзья». «Все еще друзья», — зловеще пробормотал Шакадай. «Дом давно затих. По полу скользили тени, ветки, подсвеченные луной, раскачивались на ветру. Из-за него Шакамару не сразу услышал тихое шуршание за дверью. Поднялся, подошел ближе, пытаясь понять, не показалось ли. Еле слышно приоткрыл Фусума и замер, глядя Инна в тонком белом хаори. Она бесшумно проскользнула внутрь. Когда Шакамару, закрыв Фусума, обернулся, она уже лежала на футоне, сверкая глазами. «Нет смысла тянуть и чего-то ждать, если мы оба этого хотим», — прошептала, развязывая пояс. «Ты же со мной согласен». Стук сердца мог бы разбудить весь дом, поначалу из-за него Шакамару ничего не слышал. Опустившись на колени перед футоном, он смотрел на Инна и не находил ни одного слова. Снова. Глубоко вздохнув, он заставил себя перестать нервничать и успокоиться. Накрыл ладонь Инна, замершуя на узле хаори, и сам осторожно развязал его. Под хаори не оказалось никакой одежды, в темноте ее кожа казалась матовой, таком манила прикоснуться. «Я всегда знал, что ты бесстыдница, но чтобы настолько», — хрипло сказал Шакамару под аккомпанемент стремительно стучащего сердца. Ладонь потянулась к плоскому животу, накрыла его, поползла вверх. Инна протяжно выдохнула, немного выгнулась, подставляя грудь под его ласку. Склонившись, Шакамару согрел дыханием сосок, мягко поцеловал и поднялся короткими поцелуями к губам. Ленивое, неторопливое движение губ в противовес собственному нетерпению, кружило голову, а от того, как нетерпеливо ерзает она, выгибая спину и пытаясь уложить его, наконец, на себя, Шакамару чувствовал себя практически всемогущим. С трудом оторвавшись от нее, он тихо проговорил, «У меня нет презервативов». «Я пью таблетки», — шепнула Инна, обнажая его плечо, заставляя темно-синей хаори сползти до локтя. Давно? Неприятные чувства царапнуло в груди, но тут же утихло после ее сегодня начала. Разгоряченное дыхание сорвалось с губ, когда их кожа соприкоснулась. Облокотившись Афута над одной рукой, второй Шакамару беспрестанно гладила Инна, очерчивая каждый изгиб ее фигуры. Инна полыхала, постоянно ловила его губы, зарывалась в распущенные волосы, обвивала ногами. Она прерывисто выдохнула, когда ладонь Шакамару спустилась вниз. Подцепив ногой резинку его штанов, потянула их с бедер, заставляя как можно скорее снять. Нетерпеливая, выдохнула Шакамару с улыбкой, подчиняясь и путаясь в штанинах. Горячая, отзывчивая, так идеально совпадающая с ним, словно для него созданная, и такая изящная, что кажется сожмешь сильнее, и сломается и насводила с ума, просто лежа под ним. Желание тяжело пульсировало, казалось, кровь стала гуще и превратилась в лаву. Изучая ее пальцами, Шакамару находил нужные точки давления, прислушиваясь к меняющемуся дыханию. Инна впилась в его плечо, второй ладонью скользя по груди, целуя шею, подбородок. Шакамару хотел ее так сильно, что едва держался, распаля сильнее и сильнее. Наконец мягко развел коленом ноги, помог себе, направив, и плавно, медленно вошел. Не сдержал протяжный выдох, откинул голову, выгнув шею до хруста, выйдя почти до конца и медленно войдя снова. Новое движение, Инна тонко, коротко застонала, разведя ноги шире. «У нас полный дом детей», — задыхаясь, прошептал Шакамару, жадно целуя ее и заглушая новый стон. Не растянуть удовольствий, не замедлиться уже не получалось, оба вошли в необходимый ритм, сливаясь в одно целое. Инна кусала ребро ладони, тихо всхлипывая, невероятно чувственное, чувствительно отзывающееся на каждое его движение. Как он хотел услышать ее. Каждый несдержанный стон, каждый выдох реакции ее тела на него, говорящие, как на самом деле ей хорошо. Он и сам с трудом сдерживался, стараясь не дышать так громко, не врываться в нее из-за всей силы, вызывая звонкие шлепки. Низ живота поджимался, плавился от жара, по спине текли капли пота, собираясь на пояснице. Инна сжимала рот уже обеими руками, и Шакамару чувствовал, как она напрягается, сильнее прогибая спину, как сжимается вокруг него, мелко вздрагивая. Он сам заглушил собственный стон в ее рассыпавшихся по подушке волосах, вплавляясь в нее, загнанный дыша. Приятная пустота в голове и ощущение полета вызывали широкую улыбку. Футон был узким, пришлось лечь на бок, чтобы отдать Инне больше места. Она повернула к нему голову, и Шакамару заметил слезы, блестящие на висках. Вытер их, прошептав, «Я надеюсь, это не от разочарования». «Бака», — хмыкнула Инна, боднув его кулаком в плечо. «Или так сильно напрашиваешься на комплимент?» «Ну-у», — протянул Шакамару, поднимая глаза к потолку. «Я могу сказать одно», — прошептала она, поворачиваясь на бок и закидывая на него ногу, «кажется, я скоро поверю, что в Шакамару Нара действительно бог. Ты перегибаешь слезтью». Шакамару притянул ее к себе, лег на спину и устроил сверху. Обняв ее, он прошелся по ребрам и опустил ладони на ягодицы. Слегка сжал и недоверчиво прошептал, «Ты правда голый и лежишь на мне?» «У нас, правда, только что был шикарный секс». Инна прихватила его подборок губами. «Прекращай мне льстить, ей серьезно». «Я тоже». Она сладко поцеловала, потом выпрямилась с кошачьей грацией и оседлала его. Шакамару машинально погладил ее колени, и поднялся выше и остановился на талии. Пальцы сомкнулись на ее спине. Инна выгнулась, подняла руки к волосам, показывая себя во всей красе, и удовлетворенно улыбнулась, почувствовав, как он снова начинает твердеть. Было еще темно, но внутренние часы указывали на то, что скоро рассвет. Устала вытянувшись на футоне, Инна шумно дышала. «Ты не бог, Шакамару, ты неутомимая машина для секса. У меня его два года не было, так что не надейся, что такие марафоны войдут в привычку», — сипло проговорил Шакамару, стироя поцал лба. «Я не знаю, радует меня это или огорчает». «Ай!» Она возмущенно потерла ягодицу, по которой только что тихо шлепнул Шакамару. «Ладно, ты прав, столько секса на постоянной основе даже в семнадцать звучит как перебор». Снова положив голову ему на грудь, Инна широко зевнула. Поведя рукой по полу, Шакамару нашел одеяло и укрыл их. «Я совсем чуть-чуть подремлю, а потом уйду», — неразборчиво пробормотала Инна, закрывая глаза и моментально засыпая. «Спи», — шепнул Шакамару, успев подумать, что она наверняка отдавит ему руку, прежде чем сам уснул. Рука действительно адски болела. Открыв глаза, Шакамару практически не почувствовал ее, осторожно переложил Инна на подушку и попытался хоть как-то восстановить кровообращение, когда понял, что именно его разбудило стук в дверь. «Папа, ты спишь? Я могу зайти?» «Нет». Едва успел крикнуть Шакамару. Инна моментально проснулась в ужасе и распахнула глаза, наблюдая, как Вашакамару прыгает на одной ноге, пытаясь попасть в штанину, и на ходу надевает Хаари. Немного приоткрыв Усума, он высунулся из комнаты и тихо заговорил о чем-то с Шакадаем. Потом вернулся и довольно улыбнулся, и дети пошли на тренировку, вернуться к обеду, это в лучшем случае. Они уже ушли? Шакамару прислушался и через несколько секунд удовлетворенно кивнул. Инна тут же подскочила, поднялась пола своей Хаари и сказала «Пошли спать в кровать, она гораздо удобнее». А еще скрипит, напомнил Шакамару «Не спори». «Сейчас я хочу просто спать». Инна рухнула на жалобно скрипнувшую кровать и раскинула руки. Я тоже зевнула Шакамару. Много, долго спать. Всю дорогу до полигона в Шакадай был молчалив и задумчив, никак не участвуя в разговоре над женой Чо-Чо. А все потому, что мог поклясться в папиной комнате была Инна Сан. Он абсолютно точно видел женский силуэт под одеялом и заметил светлые волосы. Либо Инна Сан, либо какая-то другая женщина, но в такие совпадения Шакадай не верил. И вроде бы впору радоваться, но, поглядывая на Инна Джина, Шакадай не знал, как друг отнесется к этой новости. Это для него все ясно, понятно, и даже с толикой гордости за отца. А каково будет другу, когда он узнает, что родители того сексом занимаются? Что его, Шакадай, отец делает это с мамы Инна Джина? Одно дело абстрактно представлять, что когда-то это случится, другое практически увидеть. Шакадай до сих пор было немного не по себе. Ей, стоило вспомнить, как выглядел отец, растрепанный, с распахнутым на груди хори, парой красных пятен на шее и такими яркими губами, словно он их накрасил. А еще с таким довольным, хоть и сонным, взглядом, что при одном виде хочется улыбаться. Нет, Инна Джину пока лучше не говорить, тут самому бы привыкнуть к этой мысли. Не подозревая о буре, творящейся в голове Шакадая, Шакамару крепко спал, уютно уткнувшись носом в затылок Инна. Теплое обнаженное тело, прижимающееся к его, мерный стук сердца в ладонь, обволакивающий запах луговых трав Шакамару даже во сне растворялся в этом теплее солнечном свете, не желая выныривать на поверхность. Пришлось. Резко сбросив его руку, Инна выскочила из-под одеяла, набросила хори и одним движением накрыла Шакамару с головой. Растерянный Шакамару только открыл рот, чтобы сонно возмутиться, и тут же закрыл, услышав голос Инна Джина в коридоре. Вскоре Инна вернулась, снова забралась под его бок и заворочалась, устраиваясь удобнее. Инна Джин забыл сюрикены, забегал за ними. «А что хотел от тебя?» Пробормотал Шакамару, притягивая ее к себе и зарываясь в волосы. «Предупредить, что после тренировки они пойдут к Чо-Чо». Они снова уснули, а Инна Джин, выйдя на улицу, еще долго стоял, пытаясь понять, что только что увидел. Точнее, понимал он отлично, но осознать получалось с трудом. Темные волосы, торчащие из-под одеяла, конечно могли принадлежать кому угодно, но тут не надо быть гением. Чтобы понять, в доме Нара, исключили Шакадая, они принадлежат только Шакамару-сану. Опять же, чтобы сложить два и два необязательно обладать сверхразумом. Есть неясного понять, что именно делал Шакамару-сан в постели мамы. Холодок свернулся в желудке, к горлу подступила тошнота, даже слюна стала вязкой. Как Шакадая отнесется к тому, что мама спит в постели, в которой раньше спала Тимари-сан? Лучше пока ему не говорить, чтобы не расстраивать. И самому свыкнуться с мыслью, что их желание свести родителей сбылось. Солнце уже садилось, когда Инна проснулась. Шакамару не было, по дому плыл запах ромена, и сейчас Инна была ему несказанно рада, аппетит разыгрался просто зверский. Потянувшись, она приглушенно охнула, тело ломила, между ног будто кол воткнули. Постынувая, Инна выползла из спальни и побрела на кухню. Наконец проснулась, улыбнулся Шакамару, колдуя над плитой. «Оцени, я не покупал рамен, а готовлю его сам. Попробую оценить, когда мышцы болеть перестанут», — проворчала Инна, садясь на стул и морщась. «Не ты одна такая!» Шакамару хмыкнула и понизил голос. «Мне кажется, что я стер член до уголька. И этот уголек все еще тлеет». «Стареем», — фыркнула Инна, — «предвигай к себе тарелку». «Скорее, просто дорвались», — улыбнулся Шакамару. «И это тоже. Кстати, это вкусно. Почему раньше покупал готовый? Не хотел, чтобы ты так явно меня эксплуатировала. Лентяй! С этим тебе придется смириться. Не надейся. Буду перевоспитывать». «Тимари не удалось, не жди, что у тебя получится». «Так и я не Тимари. У меня упорства больше». Они еле, громко причмокивая, рассыпая ворох капель бульона по столу и улыбаясь. А потом толкались у раковины, в четыре руки намывая посуду. Когда село солнце, взяли плед и пошли в сад, где уютно устроились под красным клёном. «Детям надо сказать сегодня», — тихо сказала Инна, устроив голову на плече Шакамару. «Да», — вздохнул он. «Не могу представить их реакцию, если честно. В любом случае им придется смириться, потому что», — Инна посмотрела на Шакамару, — «я отсюда не собираюсь уходить». «Никогда?» — притворно ужаснулся он. «Никогда. Выделяй мне место в шкафу. Он и так наполовину пустой. Выбирай любую свободную полку. Любую. Я еще и твою захвачу, у меня много одежды. Кажется, я пока не оценил масштаб обрушившейся на меня катастрофы». Шакамару закатил глаза и покачал головой, но тут же улыбнулся, когда Инна стукнула его кулаком по плечу. «Эй! Я против рукоприкладства. Да. А кто меня ночью шлепал? Это другое», — ярко покраснел Шакамару. Инна потерлась носом моего шеи и шепнула на ухо, «Не переживай, мне понравилось. Предлагаешь повторить?» Шакамару заинтересованно приподнял бровь. «А как же твой уголек? Уже остыл. Тогда я подумаю над твоим предложением». Только Инна тяжело вздохнула, придется запустись оглушающими печатями. Они у меня есть. В прикроватной тумбочке лежат. «Думаешь, еще действуют?» «Хм. Надо проверить. Должны». Шакадай и Наджин не хотели идти домой. Под разными предлогами оба слонялись по конохе уже час, но в конце концов голод заставил свернуть в квартал Нара. «Как думаешь, что они сейчас делают?» — осторожно спросил Шакадай. «Не знаю», — протянул Наджин. «В шоге играют. Или телевизор смотрит. Или полы моют. Они переглянулись и одновременно выдохнули. «Ты знаешь, как ты узнал?» «Не думал, что это будет так странно», — вздохнул Шакадай. «Ага. Вроде радоваться надо, но как-то непривычно. Мне теперь надо будет называть Шакамару сына папой. Не думаю. Ладно, что гадать, пойдем уже». В доме было непривычно тихо. Шакамару стоял у закрытых фосума и сосредоточенно их рассматривал. Потом вдруг резко распахнул, и до детей донесся глушительный крик и на «Работает», — довольно улыбнулся Шакамару и повернулся, «Что-то выпознно». «А что вы делаете?» — поинтересовался Инаджин. Уже ничего, широко улыбаясь, Инна вышла из спальня. Взяла Шакамару за руку и сказала, «Инаджин, боюсь, что домой мы уже не переедем». «Да, а тебе, Шакадай, придется привыкать жить с Инаджином в одном доме», — добавил Шакамару, переплетая их пальцы. «Скорее всего мы с Инну поженимся». «Скорее всего?» — возмутилась Инна, толкнув его. «Женщина, полегче, я же сказал, что сделаю предложение позже. Смотри мне. Куда я теперь от тебя денусь?» Шакамару преувеличенно громко вздохнул. «М-м-м», — неуверенно протянул Шакадай. «Поздравляем». «Спасибо», — просто ответил Шакамару. «А теперь все на кухню, я приготовил рамен». «Здорово», — робко улыбнулся Инаджин с неясной тревогой, глядя на руку Шакамару с Инна на спине мамы. «К этому, видимо, придется привыкать. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться». Возвращаясь домой после работы, Шакамару мечтал лишь об одной вещи — тишине. Сегодняшний совет Пятикаги, который теперь, хвалаками, проводился поведя связи, оказался слишком шумным. Голова до сих пор гудела от громких криков. «Просто прилечь сейчас во дворе, полюбоваться подсвеченными заходящим солнцем облаками, очистить голову». Нет, все-таки он мечтал о двух вещах, второе было желание послелечь в постель, обнять Инна и уснуть. Шакамару даже не заметил, что идет, мечтательно улыбаясь, не отрывая глаз от неба. «Идеально». В его жизни все стало идеально, хоть порой и немного шумно, и уж точно хлопотно. Но может, срабатывала магия первых месяцев отношений, а может, Инна на самом деле была создана для него, Шакамару не знал. Просто наслаждался каждым моментом. В доме пахло цветами. Хотя нет, в последнее время здесь все время пахло цветами. Инна заполонила ими весь дом, заполнила все годами пустующие вазы. Пока она не заставляет его помогать составлять букеты, пусть Шакамару не мешал. Нравится ведь свое гнездо в его доме, и он с удовольствием отойдет в сторону и понаблюдает. Сегодня цветами пахло как-то по-особенному ярко. Весь стол на кухне был завален букетами, Инна стояла, уперев руки в бока, и смотрела на них нечитаемым взглядом. «Магазин переезжает сюда?» Пошутил Шакамару, подходя к ней и целуя. Инна ответила как-то рассеянно, по-прежнему не сводя глаз цветов. Красные, белые и желтые, красивые и пышные названия Шакамару не мог вспомнить. «У тебя появился новый заказчик?» «Я его знаю». «В том-то и дело, что я тоже не знаю», — протянула Инна, с явным усилием отворачиваясь от букетов. «Это как?» «Ты не знаешь, кто сделал у тебя заказ?» «Цветы подарили мне». Инна закатила глаза. «И нет, я уверена, что это не ты. Думаешь, я не способен подарить тебе столько цветов?» «Чтобы сказать о своих чувствах». Шакамару, единственным букетом, что ты мне подарил, были тихорезантемы с клумбы за академией. «Конечно, спасибо, что тогда сравнил меня с членом императорской семьи. Хотя я тогда так и не поняла, ты выказал мне уважение или решил посмеяться?» «Вот поэтому я и не дарю тебе цветы, женщина». «Для других это просто букет, а для тебя целая история». «И что значит эти?» Он кивнул на стол. «Неважно», — дернула она плечом. «Неважно». Шакамару скептично приподнял бровь. «Камелия». «Это камелия». «Красная означает любовь». «Таака», — угрожающе протянул Шакамару. «А желтый и белый. Тоже. Просто кто-то признался мне в любви, не придавая значения. Как я могу не обращать внимания на то, что где-то расхаживает человек, который не побоялся тебе признаться, зная, что мы живем вместе? Может, он считает, что мы просто друзья. И напожала плечами. Ни для кого не секрет, что мы были в одной команде. Полгода ты живешь со мной, как с другом. «Я живу с тобой, как с мужчиной, но не кричу же об этом на каждом углу». Инна сгребла букет в охапку, с трудом обхватив руками, и пошла к двери. «Ты куда?» «Отнесу в магазин, у нас места нет. Пусть стоят там. И будешь целыми днями на них любоваться?» «Нет уж, оставляй уже здесь». «Ты уверен?» Инна перехватила букет удобнее. «Ну ладно, как скажешь». «Камелия». «Любовь, значит, благодушное настроение не хотело приходить, как ваше Камару не старался. Облака из бледно-розовых стали темными, потом сиреневыми, а после серыми теперь плыли по звездному небу, а он все лежал, не шевелясь. «Несколько раз на Ингаву выходила, потом выглядывали Шокодай с сыном, Шокомару не реагировал». «Инасан, а вы не знаете, что с отцом?» Спросила Шокодай. «Наверное, слишком устала на работе», — сказала она, делая пометки в рабочем блокноте. «Думаю, лучше его не беспокоить пока, пусть побудет один». «В тишине». Шокодай понятливо кивнул и с благодарностью на нее посмотрел. Мама безделия отца часто раздражала, поэтому тот предпочитал отдыхать где-нибудь подальше от дома. «Инасан» не просто относилась с пониманием, часто сама прогоняла полежать в саду. Но за этим поведением Шокодай без труда разглядел тонкую стратегию она всегда шла навстречу желаниям отца, но когда что-то было необходимо ей, говорил об этом так, что он соглашался без споров, сам не замечая, что идет у нее на поводу. С одной стороны, это восхищало, с другой пугало. Отца ведь не зря считали гением, умнейшим человеком в конохе. И если инасан так легко им крутит, значит ли это, что самая умная в деревне она? Или это значит, что в жизни любого гения когда-нибудь появляется женщина, которая сможет обвести тебя вокруг пальца, а ты рад будешь? Шокодай пока не определился, хочет ли в будущем жениться. Раньше думал, что навряд ли, сейчас вроде ничего страшного в этом нет, все зависит от выбранной женщины. «Мам, а откуда камелия?» И Наджин вышел в гостиную, вертя в руках три разноцветных цветка. Это Шокомару сан подарил? «Нет». Ина выхватила цветы и сунула их в ближайшую вазу. Подмигнула, потрепала сына по голове и скрылась на кухне. «А что?» Шокодай встал на колени на диване и облокотился спинку. «А не что-то значит? Неужели ты не разбираешься в ханахатаба?» Изумился И Наджин. «Это...» Шокодай почесал затылок, припоминая, язык цветов, что ли? «Именно. Мама знает о нем все. И что значит эти цветы? Красная любовь...» И Наджин слабо покраснел, желтое страстное желание, а белое ожидание. Отец не стал бы дарить цветок, означающий ожидание. Чего ему ждать, если Ина-сан и так живет здесь? Заметил Шокодай и вдруг помрачнел. «Думаешь, у нее появился поклонник?» «Что, если она уйдет?» «Шокомару-сан тоже не знает ханахатаба», — сказал И Наджин. Мама часто говорила, что эта информация отказывается вмещаться в его чересчур умную голову. «И что это значит?» «Ты до сих пор не понял?» На лице Ина-джина яственно проступило жалость и сомнение в умственных способностях друга. Если бы мама хотела см, что у нее появился поклонник, она бы принесла любой букет, вообще любой, и Шокомару-сан ничего бы не понял. «Но он знает, как много значений она придает языку цветов. А тут разные. Одного вида. И много. Значит, он обязательно заинтересуется их значением», — протянул Шокодай в священном ужасе. «То есть, Ина-сан сама себе их подарила?» «Именно. Думаю, что она наверняка захотела демонстративно отнести их в магазин, но Шокомару-сан не позволил. И теперь они постоянно будут маячить у него перед глазами. Но зачем Ина-сан сделала так, чтобы отец решил, будто у нее появился такой настойчивый поклонник? Думаю, это мы скоро узнаем. Но, судя по тому, что Шокомару-сан уже два часа просто лежит в саду, хотя уже похолодало, а мама не спешит его звать в дом, а ведь уже похолодало, все идет по ее плану. «Страшная женщина», — прошептал Шокодай. «Быстро поправился, страшно умная. Я пока не решил, хочу, чтобы моя жена была такой же, или наоборот ни за что не хочу. Поклонник. Их уйнов всегда сотня, и плюс-минус пара десятков тех, кто не почитан, сейчас бы из-за каждого волноваться. Но этот какой-то особенный, раз цветы принесли прямо на порог дома если бы подарили в магазине, Ина-на вряд ли стала бы их тащить сюда. Ведь и так хотела убрать. Значит, поклонник настолько уверен в себе, что даже зная, что она почти стала Нара, не побоялся. Либо слишком глупо считает, что они просто живут как соседи, либо это послание не только Ина, но и ему. Может, даже прежде всего ему. Если ему, то необходимо как можно скорее разобраться, что значит желтая и белая камелия. Спрашивать у Ина не стоит, тогда она подумает, что он ревнует. Но ревность у дел глупых и неуверенных в себе людей, Шакамару к таким себя не причислял. И Ина доверял даже больше, чем самому себе. Но если над твоей семьей нависла угроза, надо знать, что предотвращать. Да и есть ли вообще смысл вмешиваться? Сон не пришел, даже когда Ина прижалась к нему, уткнулась носом в плечо и обвела рукой. Лежа на спине, Шакамару рассеянно перебирал ее пальцы, заодно вспоминая всех, кто в последнее время мог внезапно влюбиться в Ина. То, что этот кто-то ждал, пока она переедет сюда, бред. Если эта любовь была до того, как они стали жить вместе, этот поклонник признался бы раньше судя по всему, смелости ему не занимать. Или безрассудство. Или желание скорее умереть. Ну, ладно, смерть это слишком, но получить по зубам это Шакамару запросто мог бы устроить. Значит, кто-то из недавних. Скорее всего из тех, кто недавно перебрался в Канаху и толком не знает ни Ина, ни его. Поднять список новоприбывших. Это займет слишком много времени, да и проблематично. Что Наруто о нем подумает? Не хватало еще из-за какого-то сопляка становиться посмешищем для друзей. Ты чего так задумался? Пробормотала Ина, не отрывая голову от подушки. Совет Каги вспоминаю. Спи. Он поднес ее руку к губам и коротко поцеловал. Положил ладонь на свою, сравнивая обманчиво хрупкие пальцы со своими узловатыми. Нежные, любимые руки так и приковывают взгляд. Наверняка тот ублюдок тоже их заметил. Как тут не обратить внимания, особенно, когда она собирает букет или обрезает цветы, или... Тонко улыбнувшись, Шакамару снова поцеловал ее ладонью и ложил обратно на свой живот. Никто не станет смотреть на женщину, у которой на пальце обручальное кольцо. Ну, а если и станут, то у него будут все права на то, чтобы на самом деле выбить хотя бы один зуб. Страсть, значит, ожидание. Утром, едва войдя в резиденцию, Шакамару поспешил в библиотеку и первым делом нашел значение злосчастных камелий. Это укрепило в мысли, что предложение надо сделать как можно скорее, желательно сегодня. Со свадьбой, конечно, так быстро не получится, но тянуть тоже не стоит. Конечно, Ванан был уверен, но кто знает, вдруг этот поклонник моложе, богаче и без порой совершенно проблематичного сына-подростка. «Эй, Шакамару, ты вообще меня слушаешь?» Недовольно окликнул Наруто. Шакамару и правда слишком сильно задумался. «Прости». Он слабо улыбнулся. «Хочу сегодня сделать и на предложение, но понятия не имею, как лучше. Ты разве его еще не сделал?» «Сделал. Сразу. Но зачем ты пообещал, что потом предложу как надо, чтобы красиво?» «Ну и забыл. А сейчас, значит, решил, что пора». Хитро прищурился Наруто. «Мы полгода уже вместе, наверное, пора. Но где это сделать ума не приложу. Ну, например, там, где вы впервые поцеловались. Женщины любят, когда о таком помнят. Впервые мы поцеловались на кухне ее дома. Это, во-первых, неромантично, а во-вторых, свой дом она сдает». «Мда». Наруто взъерошил волосы на затылке. «Может, тогда там, где ты впервые признался ей в любви?» Шикомару задумался, а потом слабо покраснел. Тоже нет. Это было в постели. А что, это может быть очень романтично? Наруто захихикал, но когда Шикомару покраснел еще сильнее, добавил, «Слушай, сейчас Сакура цветет, сейчас везде романтично, Тибайо». Ему легко говорить, Саски к романтике вообще не склонен. А Инна подавая закат, лепестки и прочую ерунду. Хотя в чем-то он прав на ханами всегда красиво. Поэтому, сжимая в кармане коробочку, Шикомару почти не волновался, надеясь, что ей понравится. Ожидая Инны, он то начинал расхаживать по дому, то выходил покурить на Ингаву, то снова возвращался, садился на диван и смотрел в одну точку. Шикадаев встревоженно наблюдал за отцом, изредка обменивая сцена Джену настороженными взглядами. А когда она вошла, и он встал, силы снова встал, делая шаг ей навстречу, дети и вовсе притихли, желая превратиться в мух или просто слиться с воздухом. «Устала?» С порога спросил он. «Не очень, а что?» От ее улыбки как всегда все осветилось. Почему он так долго ждал, когда и так ясно она для него и солнце, и луна, и абсолютное отсутствие логики при всех идеальных составляющих? «Пойдем». Шикамару потянул ее в сад, дети потянулись следом и остановились на ингаве. Сливы, сакура и яблони засыпали траву лепестками, солнце окрашивало их в ярко-розовый, а в воздухе разливался сладкий аромат. Открыв от удивления рот, Шикадаев и Наджин смотрели, как ваша шикамару достает из кармана коробочку, как и наберет ее в руки и в следующую секунду вешается ему на шею. Как он кружит ее по саду, счастливо улыбаясь. Он сделал ей предложение, сипло проговорил Шикада и прокашлялся. Да, выдохнула Наджин. И для этого ей понадобилось всего лишь принести в дом несколько букетов цветов. Да, снова выдохнула Наджин и отвернулся, смотреть на маму, целующуюся с шикамару саном, все еще было странно. Потрясающая женщина, протянул Шикадай, твердо решив, что если женится, то только на такой. На закате лета, за месяц до дня рождения, сыграли свадьбу. В саду были расставлены столы, гости давно собрались, ждали только жениха и невесту, которые вот-вот должны были вернуться из храма. Когда они появились, сад огласился приветственными криками. «Наконец-то!» Захохотал Ча-Джи, любуясь и на свадебную кимоно. «И не говори!» Звонко рассмеялась она. «Не понимаю, о чем вы», — вздохнул шикамару. «Разве того, что мы вместе, тебе было мало?» «Ты слишком долго тянул с предложением», — заметил Ча-Джи. «Короя бы из меня его уже вытрясла. Тимари тоже, поэтому имя просто решила подождать. Спасибо, он посмотрел на теперь уже жену и обнял ее за талью, что дождалась. Тебя я была готова ждать вечно». Инна широко улыбнулась, но стоило шикамару отвернуться, и они с Ча-Джи обменялись говорящими взглядами. Дети сегодня ночевали у Ча-Ча. Губы шикамару блуждали пошейно, на переплетенных пальцах матово переливались кольца. «Прости, что заставил ждать так долго», — прошептал он, потираясь носом о висок. «Ты разгадал?» В тот же вечер, когда сделал предложение, шикамару приподнялся на локте и погладил большим пальцем подбородок. «Ты слишком неестественно радовалась, мой любимый гений. Но ты догадался после, а не до», — улыбнулась она. «Думаешь, я смог бы куда-то от тебя деться?» После всего он обвел ее фигуру взглядом, этого. «Я не всегда буду такой. Я тоже. Но меня это не пугает. А вот то, что ты можешь исчезнуть из моей жизни напугало». Шикамару нара, и наположила ладонь на его щеку, «я готова подталкивать тебя к нужным решениям вечно». «Имью на нара», — хмыкнул он, потираясь ее ладонь, «я готов делать вид, что не понимаю, как ты меня толкаешь. Вечно. Почему мы не произнесли эти клятвы в храме?» Шикамару не ответил. Несколько мгновений он смотрел на нее, а потом сказал, «давай завтра сходим на кладбище. Я бы хотел представить отцу свою жену. Давай. Я тоже хочу, чтобы папа узнал, что у меня теперь все в порядке». Шикадай и Наджин вернулись к обеду. Шикадай вошел первым, прислушался и резко вытолкал Наджина обратно. «Что?» Не понял тот. Вернемся позже. Только не говори, что они там прямо сейчас, именно. Полгода уже прошло, когда им надоест. Думай об этом так, если они в своем возрасте все еще этим занимаются, значит, и мы будем. Мы еще даже не начинали. Ну, все впереди. Для начала надо встретить подходящую женщину, главное не ошибиться. Нет, Шикамару, услышав сына, был бы не согласен. Каждое отношение это опыт, общие воспоминания, общие дети. Никто не смог бы предугадать, что случилось, если бы они сына поженились тогда, после войны. Но гадать никто и не собирался. Они были счастливы здесь и сейчас, сплетаясь в жарких объятиях и совершенно забыв про стопку печатей, лежавших в тумбочке. Впереди ждали новые впечатления, ссоры, примирения, общие воспоминания, может быть, общие дети. Но им об этом пока знать не обязательно, но обязательно спросит, хочет ли она детей. Если не забудет. А если забудет, а она захочет, то обязательно к ним потолкнет.